За что ты просил прощения? Я прошу прощения за то, что... Леща себе за это дай. Извините, пожалуйста... Мы так долго всё снимаем, а ты нас оскорбляешь... Я не хотел... О, ладно, погоди, погоди, щас. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Если бы не было хейтеров, как-то было бы скучно и... Как по мне, ты был бы никому не нужен, мне кажется. Хейтеры, мне кажется, есть у всех. Опа! Владислав Паулов. Не человек, а настоящий феномен самповского ютуба. Человек, поднявшийся с самых низов, а также человек, который честно достиг всего того, что имеет на данный момент. Или... нет. Сегодня я расскажу вам об этом поподробнее. Кратко и по полочкам. Канал был создан в ноябре 2014 года. И изначально был посвящён 15-му серверу СамПРП, на котором Владик в то время был администратором. И активно администрировал этот сервер уже на протяжении немалого количества времени. В общем, я решил открыть канал на ютубе для 15-го сервера. Всем привет, друзья! С вами админ 15-го сервера Павлеслав Владов. И сегодня я сливать, а потом играть, а потом много чего ещё делать. И в самом деле, данное с собой обещание в том ролике он выполнил. На канале и впрямь выходили ролики по мероприятиям. Да и вообще видео с 15-го сервера. Ночные посиделки, в которых он брал интервью администратора своего сервера. И в то время, в том 2014 году, это даже пользовалось каким-никаким, но спросом. Правда, вышло всего около трёх выпусков таких посиделок. А потом всё это скатилось в что-то типа истории игры из уст какого бы то ни было администратора. В общем, говно. И мы запускаем новое шоу под названием «Ночные посиделки». Ну и разумеется, летсплей. Куда же без них всё в том же 2014 году. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала. И сегодня мы вместе с Оскаром Веласкисом будем проходить начальный квест под названием «Гость». Правда, если «Ночные посиделки» ещё хоть кому-то заходили, то вот в плане летсплеев всё было, конечно, плачевно с просмотрами. Вполне возможно, что это случилось из-за слабой харизмы Владислава. Но я не берусь утверждать. Опа! На этом моменте у меня возник вопрос. Как человек, который на протяжении долгого времени стоял на админке СамПРП и даже канал зарегистрировал специально для этого сервера, для МПшек на этом сервере, для летсплеев на этом сервере, да даже для интервью с известными людьми этого сервера, смог докатиться до сливов? Это для меня было непонятно вообще. Всем привет, друзья! С вами уже бывший администратор 15-го сервера, но я им стану после этого ролика. Так вот, сегодня мы сливаем мою админку на СамПРП. Ну а за причиной далеко и ходить не нужно. Ей стала, как это обычно и бывает, банальная обида. Обида на то, что его, по его же собственным словам, подсидел его же бывший подчиненный администратор Женя Бочаров. И эта вековая обида тянется за ним до сих пор. Кстати, знакомьтесь, Виктор Белфа. Человек, который спровоцировал Владика на все те действия, которые он начал делать в то время. Да и в настоящее продолжает их делать. Ну я, в общем, предполагал то, что меня сольют. Слил же меня Женя Бочаров. Ну я, в общем, предполагал то, что меня сольют. Слил же меня Женя Бочаров. Жаловался Капону в ЛС. Написал. Запросил логи. Ну и Олег, естественно, все это заметил. И в итоге он меня снял. Свой же админ меня, получается, слил. Но, понимаете ли, в чем суть? Я, зная Павлова чуть больше, чем каждый из вас, абсолютно не склонен ему доверять. И дальше, по ходу обзора, вы сможете понять, почему абсолютно ни одному слову этого человека верить нельзя. До этого вы могли слышать версию непосредственно Владислава по поводу своего снятия с админки на Сам Пропе. С той самой админки, ради которой он, по сути, и создал свой канал. Но, видите ли, в чем дело? Есть и другая версия, только уже от Жени Бочарова, которой лично я более склонен доверять. Позже вы поймете почему. Там же нас, кстати, и познакомят с неким Виктором Белфордом. В какой-то момент я пропарил выдвижение на админку такого фрукта, овоща и так далее, как Стефан Агро, Никита Пчелкин. А на пятнадцатом сервере у него был ник Виттер Белфорд, по-моему. И, собственно, этот парень, ну, мне немножко подсолил на первом сервере, на моей первой лидерке. Он был полковником у такого парня, как Рики Ритардо. Сняли Стефана Агро за то, что он блатил у чувачков. Я вот этот момент, я уже не могу уверенно говорить, но на тот момент я был уверен, что снес форум Рики Ритардо. То есть, потому что он был лидером, у него была модерка. Но потом мне дошла такая инфа, что модерка была и у Агро. То есть, кто-то из них снес весь форум ЛСПД. И, собственно, что я это запомнил и вообще, какого хуя мне это навредило? Я первые дня три, наверное, четыре просто сидел на форуме и писал все эти темы с нуля. Ну, как бы пропарил я и пропарил. Он, в принципе, в состав вошел нормально. Ну, это уже Белфорд когда. Отменил. Ну, я не следил, опять же, за ним. Ну, отменил и отменил. Ну, как бы с Павловым они там уже сидели больше в каких-то своих конфах, болтали там и так далее. Мне как бы похер, я не ревновал Павлова к ним. Как бы я общался с Павловым так же, в принципе, нормально. Вот. Потом, получается, пошла такая тема, что нужно было Владику поставить на админку уже Рики Ритардо под ником. Он был Джон и Бонус, по-моему, если я не ошибаюсь, на пятнадцатом сервере. Он уже поставил его на лидерку ФБР. Все, как бы, ну, я был не против. Как бы лидерка, ну, хер с ней, пусть сидит. А когда пошла речь уже ставить его на админку, тут, как бы, я уже встал в позу. Типа, Владик нихуя. Как бы, он мне нихеровенько так поднасрал на первом сервере. Давай без него. Вот. Типа, я, как бы, против. Если ты хочешь его ставить, ставь, но я категорически против. Ну, Влад, как бы, в принципе, не знаю, как бы, может быть, это даже пафосно будет звучать, но он, в принципе, меня уважал и к моему мнению прислушивался. Не во всех, но во многих ситуациях. Вот, в принципе, я думал, что он здесь меня прислушивался, но получилось иначе. После того, как я сказал, собственно, что я против лидерки бонуса, он пропал. То есть, он, как бы, снялся с лидерки и все. Больше его не было. Спустя какое-то время, вот, опять же, я не сильно помню конкретно, сколько дней прошло или, там, месяцев, но почему-то меня вот дернуло проверить его аккаунт. Ну, есть вообще он или нет, что он, где он там, во фракции какой-то может быть. Вот, серьезно, вот, вообще никаких предпосылок к этому не было. Просто, вот, меня дернуло вспомнить про этот аккаунт и проверить его. Я проверяю оффлайн статистику аккаунта, я его не нахожу. То есть, его вообще нет. Ну, как бы, я такой думаю, ну, окей, если его нет, где он? А на тот момент рп ник платно не меняли еще. То есть, если он его и мог сменить как-то только через админку. Ну, как бы, я понимаю, что деться с корабля, блядь, некуда. Где-то он должен быть. Соответственно, если и такого ника нет, значит, его поменяли. Я иду к Павлову в личку, в личные сообщения, вконтакте, пишу так и так, что... Или скайпе, даже тогда не помню. Скайпе, вакапом, что Владос так и так проверил аккаунт, его нет. Типа, ты понимаешь, что это значит, он говорит, ну да, понимаю, них сменили. Я говорю, типа, Влад, это не ты сделал? Он, как бы, взял небольшую паузу. Ну, нет, не я. Влад, это точно не ты сделал? Нет, не я. Я не знаю, куда он делся, какая-то херня. Окей, я беру, опять-таки, вахапку этот ник, иду в личку Капону, потому что Капон на тот момент, наверное, единственный специальный, который помогал хоть в чем-то, когда-то кому-то. Вот. Капон пробивает лог, смотрит то, что сменил ему ник Павлов в 5 утра или в момент рестарта, в смысле, перед рестартом или после рестарта. Ну, в общем, никто этого не спалил в игре, но спалил вездесущий Капон с логами. Капон дальше, как бы, взял все в свои руки и сказал, что так и так, слишком дохера косяков. А, кстати говоря, если так, возвращаясь назад, на тот момент на Павлова дохера жало было по поводу Блата и там прочего-прочего. Как бы, Влад, ну да, положа руку на сердце, он там немножко перегибал местами. То есть я, как бы, его не сдавал, в планах у меня этого никогда не было. Как бы, это его главная админка, я здесь вообще, как бы, был на временной основе на пятнадцатом сервере. Но он вроде сам признавался, что кому-то там платил, кому-то помогал. Ну, да, но это было потом, понимаешь, в чем прикол-то. То есть, как бы, в момент получается такое, что, Влад, ты менял ник? Нет. Влад, ты точно не менял ник? Точно не менял? Окей, я пошел брать логи. Как бы, виноват я в чем-то? Ну, хуй знает, как бы, судите сами. Снимает Павлова, значит, ой, господи, Капон снимает Павлова за вот эту херню. То он, как бы, вообще, в принципе, ну, не считал меня виноватым. То, что капля там для снятия я добавил, но тем не менее он сам виноват в том, что он платил там, мешал играть кому-то и так далее, и так далее. Ну, и, собственно, что он сменил этот ник. Окей, попрощались, все, удачи, Влад, Влад пока, там, пересечемся, хрен с ним, эта игра и так далее, и так далее. Закрыли тему, все, проходит там, не знаю, день-два, Влад, видать, в Каматозе был после этого, я не знаю. В общем, или ему Белфор там на шею присел там. Ну, короче говоря, Влад, не знаю, сорвался и начал меня обвинять. От момента, когда его сняли, и он, в принципе, со всеми попрощался о том, что, типа, ну, блядь, сняли и сняли, ладно, хер с ним. И до момента, когда он стал меня обвинять во всех смертных и бессмертных грехах, прошло, ну, пару дней. Ну, в общем-то, Влад в этот момент, что, он начал свою блогерскую деятельность, можно так сказать. Он, в принципе, тогда еще порывался так снимать видосики, там, у него было какое-то желание, он админ будни, по-моему, снимать собирался или что-то такое. Ну, в общем, как бы, проходит время, и Влад начинает, там, резать правду матку, там, которую все уже 20 раз знают. Вот, и начал, как бы, как это уже, в принципе, не сильно там модно, ну, хайпить на том, что я его, типа, скрысил, там, и так далее. Вот, ну, я, как бы, более чем уверен, что, в принципе, всю эту канительность затеял его вот этот закадычный дружок Виттер Белфорд, потому что у него прям хуй на меня стоял, чтобы меня материть, там, обласкать и так далее. Если подводить итоги того, что мы услышали из уст Бочарова, то можно понять, что Владик-то строил всю свою карьеру на обмане, и Ник сменил в 5 часов утра, никому не сказав, и когда Женя к нему обратился напрямую, ничего решил не говорить, думая, что он умнее всех, но по итогу получилось вот так. И, знаете, в чем дело? Версия Жени-то даже имеет грани подобия с той вариацией ситуации, которую нам рассказал сам Паулов. Я даже почему-то уверен, что она более правдивая, чем ту, которую нам рассказал до этого Владислав, только вот с одним мелким отличием. Евгений-то сразу написал ему по поводу всей этой ситуации и хотел решить ее в мирном поле. Но нет, Владик опять подумал, что он умнее всех, и что сможет делать такое, и никто даже не заметит, да даже не заподозрит, что уж вы. У нас же тут аж академик Паулов, который продумывает все свои ходы наперед. Не, ну а че? Ник сменить в 5 часов утра во время рестарта догадается далеко не каждый, будем честны. И Паулов-то может быть и хотел уйти мирно и нормально, и вроде как уже ушел, но тут вдруг появились старые знакомые, а по совместительству провокаторы в виде Виктора Белфорта, у которого уже давно были разногласия с Бочаровым. В это же время появились и возможности к сливам, которые люди подогревали своим бурным интересом, да и сели невиданным Владиславом. Ну конечно, на попизделках с админами и летсплеях, которые уже даже в 2014 году успели всех подзаебать, таких просмотров уж точно не набрать. И тут наш дорогой Владислав решает заняться этим делом серьезно. Плюс, как мы уже узнали из интервью, Паулов давно хотел начать вести свой YouTube канал, а тут вот какая удобная возможность выдалась. Да все было вообще не так, как ты рассказываешь, я ник не менял, ну то есть я его менял, ну подожди, я его не менял. Ну Женя Бочаров, короче, Бочаров, короче сын хуйни, бля, хуйню он говорит. Да и вообще он сын манекена, бля, реально, чё бы это ни значило, ёпта бля, нахуй блять. Даже его группа, которая сейчас просто является сообществом канала, раньше представляла собой аргументы и факты сам ПрП, где уже обиженный Владик рассказывал про людей с этого самого проекта. Там были и Женя Бочаров и Эль Капон, да и кого там только не было, честно сказать, этакие текстовые разоблачения в никому не нужной группе ВКонтакте. Как не трудно догадаться, эти самые разоблачения популярностью не пользовались от слова совсем. Но было там на статьях пара-тройка сотен просмотров, но не больше. Наверное, Палов в то время на это и не рассчитывал, а просто искал, куда можно выплеснуть всю скопившуюся злобу. На ютуб-канал, по всей видимости, не особо. А вот группа ВКонтакте, вот это да, вот это самое то. Но, кстати, стоит подметить, что сейчас, как утверждает сам Женя Бочаров в своём интервью Андрю Хикевскому, у них с Паловым вроде как мир, и никто ни на кого зла не держит. Это, конечно, достаточно странно, после всех тех слов, которые были со стороны Владислава, но... А как бы, кто я такой, чтобы спорить с этим? Мир и мир. Короче, ребята, всё хорошо. Все со всеми всё уже давно порешили, вопросов ни к кому ни у кого нет. Живём, радуемся жизни. После своего снятия, уже, видимо, в полном отчаянии и агонии, Владислав твёрдо решает открыть свой самповский проект, руководствуясь опытом, который тот получил, будучи админом на сампорпе. Сомневаясь, что о сервере Павлова кто-то из вас слышал до этого момента, тем не менее, назывался он Stable Roleplay. И у Павлова, кстати, были неплохие планы на него. Вот сейчас мы делаем новый сервер, как вы уже знаете. Да, да, Stable Roleplay. Пиарил, пиарил Павлов свой проект. Рассказывал, рассказывал о том, что там будет, сидя в машине с Виктором Белфортом. Всё шло к открытию, но сказать, что у него это получилось удачно, ну, наверное, будет ошибкой с моей стороны. Даже, скорее всего, это будет ошибкой. Ведь сервер в своё время засрал даже Данил Геррера, но позже обзор удалил, видимо, подружившись с Павловым. Тяга к сливам у него началась ещё тогда, в то время, в 2015 году. Владислав, спровоцированный Белфортом, у которого, по всей видимости, ещё оставались админские полномочия, а также, как мы уже знаем, тяга к тому, чтобы как-то наслить проекту. В общем, они решают собраться в Скайпе и слить форум проекта СамПРП, предварительно записав всё это на видео. Результат вы можете увидеть сами. Сейчас мы на форуме создаём тему от имени FlazyFeda, мол, что проект закрывается. И пошло-поехало. Увидев, что людям это нравится, увидев, что такое поведение и такие поступки получают общественное одобрение, наш конъюнктурный приспособленец Владислав начал потакать всему этому. Ведь, как позже выяснится и по его поступкам, и по его словам, этого он и добивался, регистрируя канал на YouTube. Наш канал перешагнул планку в 1000 подписчиков. Всё началось с того, а именно Лунтик мне в личные сообщения написал, мол, давай сольёшь лидерку ЛВН и заснимешь всё это на видео. Вот, собственно, это видео. И так продолжалось очень долгое время. С редкими перебивками на CS GO и влоги, а также рассказами про каких-то знаковых людей с САМПРП под чужой геймплей. Ну и там, знаете, по мелочи. Свою же настоящую сущность он впервые показал, когда поступило рекламное предложение. Видите ли, в чём дело? Павлов долгое время собирал аудиторию путём сливов разных проектов, и нередко под его горячую руку попадали НуБРП проекты. Я бы даже сказал, очень часто, дико часто, пиздец как часто. Всех приветствую, дорогие друзья, с вами я Владислав, и сегодня мы сливаем админку пятого уровня на НуБРП Simple Roleplay. Всех приветствую, дорогие друзья, с вами я Владислав, и сегодня мы сливаем админку второго уровня на НуБРП Capital Roleplay. Всех приветствую, дорогие друзья, с вами я Владислав, и сегодня мы сливаем админку десятого уровня на НуБРП Energy Roleplay. Но как только НуБРП проект предложил Владику бабки, то тут-то он не смог отказаться. Всех приветствую, дорогие друзья, с вами я Владислав, и сегодня я играю на таком сервере как Frame Roleplay. Так вот, я уже задонатил, ну то есть тут бонус даётся, 2к доната, 50 тысяч вирт, восьмой уровень. Ну я эти донат очки обменял на верты. Погодите, то есть я правильно понимаю? Человек, который долгое время противопоставлял себя вот этим вот всем НуБРП, говоря, что это говно, да и в целом презирая подобные сервера за то, что они продают там админки, лидерки и прочие привилегии, позже сам рекламировал НуБРП? Серьёзно? В каком мире я живу? Что? Я не понимаю. Продал протест? Хммм, неплохо-неплохо, Владос. А чё ещё умеешь? Не, ну вы не понимаете, это другое. Вот когда разработчики нечастные создают свои эти НуБРП сервера, захламляя индустрию GTA-сампа, это плохо. А когда я их сливаю, это хорошо. А вот когда я зарабатываю на этих серверах, так это ещё лучше, блять. Впрочем, Владислав не расстроился. Дизлайков хапанул, комментарии закрыл, да и больше не делал ничего подобного. Или... делал? Хмм. Ну нет, нет. Пока мы до этого ещё не дошли. Опа! В перемешку со сливами Влад начинает делать разговорные ролики касательно самп ютуберов, проектов и отдельно взятых серверов. Но в немилость частенько попадал, как это несложно догадаться, самп РП и люди причастны к этому проекту. Но начнём по порядку. ТОП 5 скатившихся ютуберов GTA-самп. О боже мой. Ещё хотел бы уточнить некий нюанс. Это видео сделано не с целью оскорбить. Я приведу здесь конструктивную критику. Поэтому, коллеги, под цеху обращения лично к вам. Обижаться на это не нужно. А лишь нужно предпринять радикальные меры и исправить своё положение. Но я, пожалуй, начну выпуск. Желаю вам приятного просмотра. Конструктивная критика и Владислав Павлов. Владислав Павлов и конструктивная критика. Ну что ж, давайте посмотрим. А вот тут уже начинается самая настоящая жара. На втором месте у нас расположился канал Спайра Драгон. Его канал осчитывает 87 тысяч подписчиков. Особая популярность была в 2011 году. В то время он снимал, как ни странно, ролики по Майнкрафту. И они набирали по миллиону просмотров. Потом он ушёл в сам и стал выпускать ролики по сампу. Они вроде тоже неплохо так заходили. Также он пробовал снимать видосики по CS GO. И они, кстати, неплохо заходили. И набирали по 200 тысяч просмотров. Я бы на его месте не опускал бы этот момент и продолжал бы снимать эти ролики. Которые набирают достаточно много просмотров. Блять. Не, ну он снимал Майнкрафт и он заходил. Потом он снимал сам, ну и он заходил тоже. Потом он снимал CS GO и типа она тоже заходила. Потом он начал ебаться в жопу. И это тоже неплохо зашло, стоит понять. Ну, я думаю, что ему нужно продолжать снимать те ролики, которые у него заходят. Это конструктивная критика от Владислава Павлова. Еее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Эвольф ролеплей. Блять. Не, ну конструктива не отнять, Владос. Вот реально. Красава. Сейчас хейтеры в комментариях напишут. Вот мол, снимаешь ради бабла, чтобы было много просмотров и так далее. Нет, ребята. Конечно, любой нормальный ютубер будет снимать те ролики, которые набирают наибольшее количество просмотров. Вследствие этого о канале узнают намного больше людей. И канал начинает расти быстрыми темпами. Вот оно в чем все дело. То есть, любой нормальный ютубер будет снимать то, что набирает просмотры. Это объясняет, почему сейчас многие ютуберы пошли в тикток. Там же легко набрать просмотры. Странно вот только то, что Владислав до сих пор не зарегал свой тикток. Самперы, а у меня для вас новости. Знаете, где еще можно набрать просмотры? В порно. Я жду. Хотя, одна уже... А, нет. Стойте. Подождите. Там же парень слел. Тогда пропустим. Это не считается все. Это не важно. Я извиняюсь. Так вот. Владос. Знаешь, сколько просмотров на порнхабе видосы собирают? А сколько заработать на них можно? Там же реклама явно подороже, чем на ютубе-то стоит. Странно, что ты до этого еще не дошел с таким ходом мысли. Но если человек не хочет потакать конъюнктуре и, например, записывать ролики по Майнкрафту или там по CSGO как-то его советует Владос, то он плохой ютубер? Получается вот так вот как-то или что? Я просто... Может я чего-то не понял? Еще меня возмущает ситуация на его стримах. Как он обсирает барона и меня в том числе. Но тут вообще без комментариев. Как бы на его срачи по отношению ко мне я не стану обращать внимание, потому что, ну, это девский лепет какой-то. Ну, серьезно. В лицо-то он боится мне сказать эти слова. Вот на стримах, конечно, пожалуйста. Ну что, ёпта, в интернете-то такой смелый, там, меня, барона, вот это вот оскорбляешь. Ты, бля, в реальной жизни, ёпта, приедь в Иркутск, бля, ты мне такое в лицо не скажешь. Ну да, я хочу, чтобы ты ко мне приехал, мы с тобой включили видос на телефоне, и ты мне начал говорить, как я слова тяну, как имбецил. Давай, приезжай, сука, или засал, бля, в реальной жизни, ёпта, блять. Ну и гвоздь программы. Игровой канал по сампу Андре Сукре. В данный момент его канал насчитывает почти что 110 тысяч подписчиков. Весьма солидная цифра для самп канала. Почему я внес его на первое место, спросите вы? Не из-за личной неприязни, а из-за того, что наш Андрюшка, возможно и Сашка, начал жестко скатываться. Мало того, что он бегает по проектам и снимает там, где ему больше заплатят, так он еще умудряется оскорблять ветеранов, дедов, отцов, матерей. Да, ребят, признаюсь, я тоже раньше болел этой болезнью, как шуточки про матерей. Но блин, опуститься до такого уровня, чтобы оскорблять пожилых людей, это уже перебор. Ролик назывался ТОП 5 скатившихся ютуберов. Весь ролик он перечислял людей, у которых много подписчиков, но мало просмотров. И вот только про Андрюху он сказал это. Да и в общем-то весь этот ролик был сделан исключительно для Андрюхи, а вот остальные места были так, мелочью. Просто ролики с Андрюхой тогда набирали много просмотров. Ну а так как Владислав у нас это успешный ютубер, грех не пользоваться ситуацией, когда она так удачно складывается для тебя. И Владик пользовался. Опа! Когда он понял, что это интересно, и ролики плюс-минус с таким же содержанием набирают немало просмотров, Владислав решает запустить новую разговорную рубрику «Вся правда о» и «Барбанная дробь» Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Влад. Это новая рубрика на моем канале «Как вся правда про ютуберов». В данной рубрике я буду подробно рассказывать о популярных блоггерах, а именно о их контенте, как они добились такой популярности и так далее. В этом первом выпуске мы вместе с вами разберем такого самповского ютубера, как Ричи. Так, ну тут явно должно быть какое-то разоблачение, срыв покровов, Вся правда же, ну давай не томи, ну чё ты сидишь-то, а? В общем, канал Ричи был создан 15 декабря 2012 года. В то время Ричи снимал не один, а вместе с Шейном. И название канала было другим, что-то вроде канал Ричи и Шейна, точно не помню. Первое видео на канале было опубликовано 7 января 2013 года. А это ночные беседы с администратором проекта Самбарпэ, как Дон Рауль. Собственно говоря, это была их первая рубрика на канале, которая обрела весьма неплохой успех. Эта рубрика дала хороший старт в развитии канала. Самое популярное видео из этой рубрики, которое набрало 60 тысяч просмотров, а это ночные беседы с основателем проекта Адванс РП, как Андрей Ринга. Блядь, он серьёзно просто пересказывает биографию людей из ГТА Сампа? Из ГТА Самп Ютуба? Пиздец, ты серьёзно, блядь? Нет, ну тут есть ролик, вся правда, о Долорензе, но тут-то он должен что-то интересное рассказать. Он же опять не будет пересказывать биографию-то, типа какой в этом смысл? Вся правда про ютубера Долорензе, он вам не скриптонит. Что ж, посмотрим. В жизни Долорензе зовут Денис, проживает в России, город Уфа, учится на дизайнера. До создания канала Денис был обычным игроком проекта Сампорпе. Чуть позже он начал снимать рубрику, как улётные мероприятия. Все его видеоролики заливались на официальный канал проекта Сампорпе, как задрот инфа. Данная рубрика приобрела успех за счёт качественного монтажа и самой задумки. К сожалению, через какое-то время данная рубрика была забыта. Из-за безответственности спецадминистратора проекта Сампорпе Вячеслава Иванькова проходит некоторое время, и Денис создаёт собственный канал на ютубе, где начинает снимать уже не заказные видеоролики, а чисто свои, но обычные летсплеи с лайтовым монтажом. Эти видеоролики не особо так заходили и набирали мало просмотров из-за своей простоты. После чего Денис думает вплотную сменить формат и подачу видео. Взял он эту задумку у такого популярного ютубера, как Юджин. Данная затея обрела успех, и буквально за несколько дней этот видеоролик в таком формате набрал около 50 тысяч просмотров. Завидуя Илья Дилорензе, честно признать, да, но в хорошем смысле. Главное, чтобы Денис не заболел звёздной болезнью. Хотя, мне кажется, он уже начинает ей заболевать, но это пока не точно. Но я думаю, пора на этом заканчивать выпуск. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня лайком и подпиской на канал. Не забывайте, что как только это видео набрёт 3000 лайков, то я сразу возьму за новый видосик этой рубрики и выложу его на канал. Блядь! 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 Серьёзно, блядь! А вы знаете, нет, ну если это действительно так работает, то давайте я попробую, я же хочу быть успешным ютубером. Всем привет! С вами я, Дэн Семён. Сегодня я расскажу вам всю правду про Гитлера Адольфа. Канал он зарегистрировал 20 апреля 1889 года. Первый раз хайпанул он в 1941 году, зарегистрировав свой ТикТок, куда он выкладывал контент разного рода по компьютеру на видеоигре GTA Sam. К сожалению, хайповал он недолго, ведь уже 30 апреля 1945 года, через 10 дней после своего дня рождения он скатился и перестал набирать просмотры. Я бы посоветовал ему снимать то, что он снимал и то, что у него тогда было популярно, но тут уже, знаете ли, на экстремизм тянет. Поэтому 3000 лайков под этим роликом и новый ролик выйдет про Муссолини. До скорых встреч, до свидания. Ну вот, Владос, сделал всё по твоей инструкции, правда, сам про ПК я ж не обосрал. Ну тут уж извини, а когда мне миллион подписчиков ждать? Ну или там 1100? Типа, скоро на этом канале это будет или нет? Так, вся правда про Владислава Павлова. Нет, ты же не хочешь сказать, что... Погнали! Итак, мой канал был создан 12 ноября 2014 года на тот момент... Ааа, нет, 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 не-не-не-не-не-не-не, да чё ты делаешь? Не-не-не-не-не-не, только не это, только не это, блядь! Кстати, некоторые люди могут задаваться вопросом, а откуда же у Владислава Павлова столько аккаунтов для сливов? Он их покупает, выпрашивает или ему люди сами их отдают? Ну на этот вопрос нам пожалуй ответит сам Владислав в своей новой рубрике аналитика сам. Всем привет друзья, с вами я Влад и сегодня я вам отвечу на такой вот важный вопрос. Как же я взломаю аккаунты для сливов? Эти вопросы мне задают постоянно в личные сообщения вконтакте, на стримах, ну и вообще где-либо угодно этот вопрос мне задают, как я взломаю аккаунты для сливов. Для начала, ребятки, давайте подпишемся на канал и поставим лайк этому видео. Наберем 2500 лайков и я продолжу снимать видеоролики аналитического характера, то есть аналитика сампа, где я рассуждаю ваши вопросы, вообще проблемы с сампой и так далее. Ну я думаю вы поняли суть аналитики. Да поняли, поняли, Владос, чё там по аккаунтам-то? Также, ребятки, давайте наберем 45 тысяч подписчиков к Новому году, мне будет очень приятно, то есть это будет такой вот приятный подарок мне на Новый год. Владислав, мы уже все давно подписались и все всё поняли, что там с аккаунтами-то? Ну ещё хотел бы задать вам вопрос, а вас хоть раз взломали аккаунты в сампе? Свой ответ напишите в комментариях, мне будет интересно это прочитать. Всё, ребятки, давайте начнём. Напишите в комментариях, мне будет интересно это прочитать. Всё, ребятки, давайте начнём. А ну начнём с того, что я аккаунты вообще не взламываю. И вот примерно так выглядят плюс-минус все ролики Павлова из рубрики «Аналитика самп». Даже по сей день, сука. Что он анализирует, ну до сих пор остаётся загадкой человечества, если честно. Ну вот допустим, что будет, если запретить донат в GTA самп? Ну, я даже не знаю, я представить, если честно, не могу. Но давайте узнаем, что Владислав скажет по этому поводу. Как вы думаете, что будет с сампом, если запретить донат? И как вы вообще относитесь к донатерам? Мне будет интересно прочитать ваше мнение в комментариях. По возможности всем отвечу. Ах да, не забудьте ещё поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Наберём 2500 лайков и будет следующее видео с аналитикой. Ну а я, пожалуй, начну. Давайте на момент представим, что если ведут какой-то закон, запрещающий донатить в играх, в том числе и в сампе. Что тогда станет? Давайте представим. Какой-то закон. Сука. Тут хоть что-то конкретное будет или нет? Я, блядь, посмотрел уже больше 30 секунд. Ты ни на один вопрос не ответил, блядь. Ситуация очевидна. Сам через месяц вымрет. Ибо все проекты в GTA сам работает исключительно за счёт доната. Блядь, серьёзно? Нет, реально, Владос? Так и будет. Не пиздишь. Реально, без обмана, блядь. На пацана отвечаешь. Чё я, типа, пиздец. Хм, ебать он умный. Да и подписчиков немало. Думаю, что могу попытаться повторить его гений. Не уверен, что у меня получится, но давайте я попробую. Всем привет, друзья. Давайте на момент представим, что если где-то кто-то когда-то в какой-то промежуток времени ведёт какой-то закон, запрещающий умственно отсталым людям снимать на YouTube. Что тогда станет? Ситуация очевидна. Канал Владислава Павлова удалят. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. 2500 лайков и новый выпуск выйдет сразу же. Как вы уже поняли, иногда Владислав Павлов пытается разнообразить контент и снять что-то отдалённое от сам по пусть и в той же сущности. И не сказать, что всегда это у него получается удачно. Ну или хотя бы интересно. Ну вот, допустим, один из примеров, в котором он просто на протяжении там нескольких минут давит из себя смех. Всем привет, друзья. С вами я, Владислав. В общем, я решил поиграть в GTA Артамянбург. Это мод на GTA Vice City. Просто увидел на просторах интернета и посмотрел. Это вообще трешовый мод наркомания полнейший. То есть здесь можно поржать реально, ребяточки. Консервы, консервы, баку. Консервы, консервы, баку. Сука, Олег. Наверное, лучше ездить можно. Сука, блядь. Блядь, что это за пиздец-то? Я. Потом. Сергей Кружков. Предсказываем. И вот тут начинается, наверное, самая скучная часть биографии Владислава Павлова. Но не рассказать о ней я не могу. После того, как Владислав Павлов снял уже достаточное количество сливов и истории про разных администраторов сам ПрП, он решил попробовать себя в чем-то новом. Видите ли? Около 4 лет назад, а если быть точнее, то где-то в году 2016, были популярны истории из жизни. Ну, как тоже из жизни. Скорее, из причудливой головы. Но все смотрели и всем вроде как это даже нравилось. Так вот, всю эту тему на ютуб ввел Лерой, который в свою очередь, как это обычно и бывает, подсмотрел это у западных коллег. Но, тем не менее, такой человек существовал. И его сейчас вспомнят, наверное, только какие-то старожилы. Ну, да не суть. Владислав в то время увидел, что подобный контент набирает просмотры. И понеслось. Как я увидел призрака в жизни? Моя жуткая история. Друзья, всем привет. С вами я, Влад. И в этом выпуске я вам расскажу свою ужасную историю про то, как я увидел призрак своего умершего дедушки. В комментариях, кстати, пишите. Видели ли вы призрака в реальной жизни? Ну, как бы... Ну, в общем, как-то я срал, срал, значит, сосрал. Да, ставьте лайк. А, ну, если вы тоже срали когда-нибудь, а я срал обычно с телефоном. В этот раз я был не дома, я был в своей деревне, а там сельский туалет, ну, и как-то встал. И я, ёпта, и телефон уронил. И тут я увидел призрак своего умершего деда. Он сказал мне, подними телефон. Ну, я поднял. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Но вполне возможно, что взял он это не у Лероя, а у Криспа, который в то время тоже активно, так знаете ли, снимал видосики. Лежу я, пытаюсь опять заснуть. Моя мама где-то на кухне, дверь в комнату прикрыта, но сквозь щель бьёт маленький лучик надежды отключённого света в соседнем помещении. И вдруг я начинаю слышать, как кто-то рычит по духам. Вот я бы мог сказать, что это кот Мурлычи, да? Но у соседей не было кота. Да и тот рык был таким, как будто это трактор на минималочках. Причём он не просто без остановки звучал как электроника, а с таким ощущением, что кто-то рычал, задыхался, так как не хватает воздуха. Потом опять набирал кислород и продолжал рычать. Когда я понял, что чёт этот трык прям очень громкий и уже почти возле ушей, знаете, что я сделал? Приподнял голову и посмотрел в сторону двери, так как думал, что где-то из соседней комнаты это всё доносится. Но каково было моё удивление, когда я увидел это чёрное дерьмище, которое стояло в углу, ближе к двери. И у которого, кстати, тоже был подобный ролик. Но тут уж, разумеется, концов не найти. У нас же как. Один начинает что-то делать и все за ним повторяют. Вот и в те времена было так же. Да, впрочем, и сейчас ничего не изменилось. Да и нужно ли искать эти концы, если ролики, ну, буквально один в один? Примерно через час я проснулся из-за того, что мою голову кто-то гладит. Я открыл глаза и перед собой я увидел с просони какую-то белую фигню. Я протёр глаза и после чего я увидел самый настоящий белый силуэт человека. И он тупо смотрел на меня. Даже его лицо было чётко видно. Я сразу узнал, что это был мой дедушка. Но, блин, это было так страшно его видеть в таком облике и признавая тот факт, что его уже не было в живых. Это реально жутко, а тем более для детской психики. Когда я увидел это чёрное дерьмище. Самый настоящий белый силуэт человека. Одна история охуительнее, другой просто, блядь. Если вы думаете, что на канале у Владислава один лишь дегроидный контент с его вот этими сливами и ничего познавательного нету, то вы глубоко ошибаетесь. Вот допустим ролик. Чему мы научились благодаря GTA Samp? Интересно. Давайте посмотрим. Благодаря Samp научился быстро печатать по клавиатуре, даже несмотря на неё. Вы только представьте, что вы по 5 часов в день проводитесь в Samp и постоянно пишите в чат. Естественно, таким образом вы научитесь быстро печатать по клавиатуре, не глядя на неё. А вы тоже печатайте быстро по клавиатуре, не глядя на неё. Ребят, а вы тоже быстро печатать клавиатуре, не глядя на неё? GTA Samp клавиатура. Лайк ставил я не глядя, клавиатура на него. Блядь. Поэтому с мнением людей, которые говорят, что Владислав Павлов тупой, я не согласен. Да это не я, глядя клавиатуре на неё. Это Обама срал подъезды, не глядя на неё. Пишите в комментарии, если глядя на него. Блядь. Ну да ладно. Так чё там по рекламе, ну БРП? Алё. Алло. Ну чё там с деньгами? Как вопрос обстоит? Какими деньгами? Ну которые я заплатил тебе за рекламу, ну БРП. Ты пьяный или кто? Клавиатуре не глядя на неё, я набирал. Блядь. Осознав, что такие выдуманные истории неплохо так наберут просмотров, Павлов пошёл дальше и спустя год после ситуации с Ферромиром решил придумать свой такой же охуительный сериал. Правда вот вышла только одна серия. Ну и она, кстати, запоминающаяся. Блин, кто звонит и петь задолбали, видео делал? Алё. Давай раскумаримся по полдоль. Ах, понятно. Но если бы на этом всё закончилось, то это бы ещё, ну, куда не шло. Но тут... Всем привет, друзья, с вами я Влад. Я думаю, по начальному видеоэпизоду вы уже поняли, о чём я сегодня буду вести речь. Да, ребятки, это мой первый опыт в серии этих видосиков. Я первый раз записал такое видео в таком формате, поэтому надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и подписочкой на канал. Не забывайте ещё оставлять свои комментарии по данному поводу. Ой, не то. Мне вот первый раз купили телефон, то есть мама мне купила телефон, по-моему, в 2006 году или в 2007. в 2006 мне первый раз телефон купили, тогда мне было 10 лет. Кстати, ребятки, напишите в комментариях, какой у вас был первый телефон, то есть какова у вас была первая модель телефона и во сколько лет вам родители купили телефон. Может, вы сами там купили, я не знаю. Вот лично я стал пользоваться телефоном с 10 лет. У меня вот тогда модель была Motorola C350, если память не изменяет. Да, блядь, опять не то. В общем, ребятки, давайте придём к конечному выводу. Не нужно полить свой номер телефона там на идосиках, на стримах, потому что реально вас заебут. Я реально не думал, что мне так будут звонить, так настойчиво заябывать. Этот хейтер вроде как от меня отъебался. Ну да, он мне звонил, даже в феврале ещё звонил, там мне какие-то угрозы там, писал, о, тебе хана придёт. Но я, естественно, этому значению никакого не придал, потому что, ну реально, какой-то школьник звонит, пытается меня как-то напугать и так далее. Так, вот последний звонок от этого хейтера был, сейчас я телефон возьму, скажу точно да, это значит, последний звонок был 8 февраля 2017 года, в 17.05 был последний звонок, как бы да, последний звонок так звучит как будто в 11 классе. Даже точное время, я вам назову это, моё время это 17 часов 5 минут, а по московскому времени это 12 часов 5 минут, то есть у меня с Москвой различия с временем 5 часов, ну как бы это уже всё знаете, да? Ну и короче, этот звонок, да, я ответил на этот звонок и он мне ответил, Павлов, привет, помнишь меня? Я же тебе обещал, что тебе придёт пиздец, так тебе придёт пиздец, я знаю твой город там, у меня там знакомые в твоём городе живут и короче, готовься. Ну конечно я сбросил трубку, ну это блин, какие-то угрозы банальные. Я думаю на этом пора заканчить выпуск, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Кстати, друзья, нас практически уже 70 тысяч подписчиков, поэтому друзья, давайте подписывайтесь, чтобы добить наконец-таки ту шикарную цифру 70 тысяч, я буду очень признательным вам, если вы подпишетесь на канал. Ну всё ребятки, с вами был я Владислав, всем удачи и до новых встреч, увидимся. Ну вот, звонил ему там хейтер, меняя голос, угрожая ему, чё только не делал, ужас. В этом в общем-то весь сериал. Спасибо за просмотр, ну как говорится. Опа! А теперь, когда с предысторией мы закончили, можно перейти к самому интересному. К тому, как Владислав Павлов первый раз заявил о себе настолько публично, настолько громко, что люди в буквальном смысле поделились на два лагеря. Разумеется, я говорю про конфликт с Андре Сукре. Конфликт очень старый, затёртый до дыр, и многие из вас, наверное, уже даже и не помнят, в чём там было дело. Если вкратце и максимально поверхностно, то Владислав Павлов, который хотел лёгкого хайпа и быстрых просмотров, решил влезть в нишу разоблачений. Тогда в GTA Sampe всё это было в новинку, и поэтому набирало большие просмотры. Просмотры просмотрами и хайп хайпом. Но, как вы понимаете, завязать конфликт с пустого места дело непростое. Я бы даже сказал сложное. Но тут, вдруг, в один очень удачный для Владислава Павлова момент, под горячую руку очень удачно попадается Андре Сукре. Сам пьютубер, который в то время без разоблачений и прочих грязных кликбейтов, имел неплохие показатели своего канала. Карты для юного разоблачителя с фамилией известного учёного складываются очень гладко. Ведь представьте себе, примерно в одно и то же время Андре Сукре удаляет Павлова из саббокса, уходит за кран ТРП, на котором снимал с 30 тысяч подписчиков на проект, который, по словам Павлова, просто заплатил больше и купил продажного Андрюху, подмечая тем самым продажность Сукре. И в кульминации всего этого конфликта Андре Сукре, опять же, по словам и неоспоримым пруфом Владислава Павлова, жёсткий мамайоб, который мало того, что любит ходить в кино с чужими женщинами в возрасте, так ещё и говорит плохо про ветеранов и жёстко так отвечает подписчикам во ВКонтакте. В этом была суть конфликта, который спровоцировал Павлов. Ролики на эту тему у обеих сторон выходили с завидной регулярностью. В позиции нападения чаще был Павлов, нежели Сукре, но я Андрюха не упускал шанса лишний раз припомнить прошлое Владика. Твоя мамка с паблика МДК, блядь, дебил, ебаный нахуй, очередной выстрел, блядь, который несёт, блядь, мой мод с паблика, блядь. Твоя мамка, твоя сестра, блядь, с паблика МДК, нахуй, это он, блядь, выкладывает каждый день и, блядь, постит её туда, на ту голую, на шлюху, блядь, ебаный нахуй. Ещё один сервер Ашотов, господа, ну может вы прекратите делать русскую общину? Гамбит и так понятно, что он стал строгим проектом от Ашотов. Балакас почти тут чё-то не умер, с ума вами, идём на еду, блядь. Эльвир Амики Пщиров, блядь, сервер Ашотов, ты блядь, сам Ашот, ты блядь, сам хач, нахуй, Ашот ебаный, блядь, качила ебаная, тебе пиздой, блядь, кроссовки на китайке, продавай, дебил ебаный, очередной необоснованный комментарий, блядь. Сейчас посмотрим, что он на себя представляет. День рождения 2 марта 2001 года. Ну и вот я ещё тут полазил, и ещё один видос нашёл, он, конечно же, не от сукре, но тем не менее. Ну как я тебя выпью, если ты живёшь где-то в жопе? Так, приезжай, блядь, ко мне поговорим с головой. Ну конечно, уже на чемоданах сижу, все деньги трачу, что на новый год собирал. Еду тебе забыву. Смотри, мы будем спорить в конфе, но всё равно два хуйсуса в конфе Смотри, если, блядь, смысл, не два хуйсуса в конфликте, смысл, не два хуйсуса в конфликте. Ты понимаешь, даун? Даун твои батья, блядь, и ты, нахуй, у него весь пошёл. Вот, 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 вот. Ну ты понимаешь, когда переходят на родители, это уже нечего сказать. Ну о чём я говорить-то, блядь, они же тебя как летают. Пищики берут контент вот этот вот, и говорят, что это на фигуре. Что за хуйню сейчас стираешь? Что ты, блядь, за хуйню сейчас стираешь? Долбоём, блядь, Даун ты, это ты, блядь, сука, ебаная, блядь. Стрелку метнул, я пошла. Стрелку тебя в очко мне отметнул, нахуй, блядь, зашивали твои очко, ебаная. Как мне сейчас тобой разговаривать? Письку это ты будешь, блядь, себе, предлагай письку своим, своей мамке, блядь. Не, ну ты же, блядь, письку будет. Нет, я не блюду, я возлежусь, пожалуй. Хуй ты тут конфликта, смысл, блядь. Иди нахуй, блядь, обрыбян, ебаная, Кульминация этого конфликта произошла на стриме, кто бы мог подумать, Долорензи. Я сам, если честно, в то время был знатно удивлён. Ведь Денис же вроде против всех этих конфликтов в Сампе. Хотя на том стриме, в самом начале или там где-то ещё, неважно, он сказал, что хочет разобраться и поставить точку в этой ситуации. Ну, вроде поставил, хотя утверждать я не берусь. Всё, только, только, пожалуйста, без, без всяких, пожалуйста. Я спокоен, если он меня провоцировать не будет уже, я горжусь. Просто нужно решить этот конфликт, нужно наконец-таки, всё, нужно заканчивать, я пойду. Окей, окей. Алло. Алло, добрый вечер. Не громко? Не громко. В общем, ребята, сейчас я вам объясню. Так, в общем, сейчас у нас в скайпе сидят Андре и Влад. Сейчас будет решаться конфликт, который был, ну, просто... Ну, лично для меня этот конфликт просто, ну, какое-то, какое-то бредятие. Нужно его наконец-таки решать. В общем, ребята, что вы хотите сказать друг другу? Смотри, люди, вам ещё серьёзно интересно вот эти постоянные ролики с конфликтами? Мне вот, вот лично мне вообще очень сильно надоело, вот просто надоело. Потому что этот конфликт, он даже на конфликт не похож. И началось. Давай я первый выберусь и мне надо выходить. Давай, давай. Окей? Смотри, я сейчас всё объясню, потом у меня не будет вот этих возможностей заходить на чужие стримы и там что-то объяснять, доказывать всем. Мне, честно говоря, даже не хочется это делать больше. Что я хочу сказать насчёт мамки, вот этих оскорблений, типа мамка это цветное, всё такое. Чуваки, вы серьёзно думаете, что у меня есть какое-то дело до ваших матерей? В какой месяц, я считаю? Мои деньги. То есть ты говоришь то, что я продался и ушёл. То есть ты подготовил... Подожди, вот сколько, подожди, подожди. Вот сколько ты роликов делаешь эволю в месяц? В месяц, ну, тут сложно ответить. В неделю примерно два, два-три ролика в неделю и делаю в месяц. Ну вот два ролика, да, пусть будет два ролика. В месяц, ой, неделю в неделю. Ну да, да, два ролика в неделю, смотри. Ты ему писал о том, чтобы зарплату повысить, ты кто-то взял и ушёл с проекта и всё. Нет, я ему как раз таки написал насчёт повышения зарплаты, подожди, смотри. А почему ты об этом видео даже не сказал, как-то не привел какой-то диалог фактом об этом, что ты ему писал? Я ему писал, я в каждом, я даже в том ролике, в самом первом ролике, я сказал то, что я ему намекнул, я ему написал, смотри. Как ты намекнул? Так, подожди, понимаешь? То есть, если когда у тебя будет на канале миллион подписчиков, ты же не будешь продолжать брать 10 тысяч за ролик, правильно? Ты говоришь? Со зритием канала цена растёт, как-то понятно. Вот видишь, а когда я снимал, ну, когда у меня было 30 тысяч подписчиков, у меня, естественно, было меньше просмотров и аудитории, правильно? Ну так ты почему не говорил конкретно основателям, чтобы повысить цену, почему? Почему? Я им говорил, вот я тебе пересылаю подписку, вот в эту переписку. Вот, допустим, Данил написал тебе комментарий, ты этот комментарий удалил, да? Да, потому что он как бы провоцирует на вот эти конфликты в комментариях. Ну, в смысле он провоцирует? Ты мог бы ему ответить с ним, поговорить как-то? Ты просто ушёл в разговор, удалив его комментарий. У меня вроде с ним диалог остался, он мог бы мне это написать. Я не хотел все эти конфликты, я просто удалил тебя с собой, я думал, ладно уж он поймёт. Мне вот именно мой модератор говорил, нет, ты всё-таки поговори с ним, он же вообще, ну, типа, начнёт потом. Я говорю, да ладно, я удалю просто и всё, поймёт, наверное, что на этом закончились коллегиальные отношения. Но у тебя прям так завелось из-за какого-то с собой. Ну, блин, вот, чувак, вот я там тебе высказал своё личное мнение, как бы всё это было аргументировано, ты взял, просто удалил этот комментарий и внёс в ЧС. Зачем? Такая же ситуация с Данилой Геррерой. Ты взял тоже его комментарий, удалил, комментарий у него был в топе, а ты взял это, поудалил и в ЧС внёс. Как-то неправильно. Нет, почему? Когда тебя перед своей аудиторией выставляют плохим, ну, когда это не так на самом деле. Ты мог бы ему ответить, ты мог ему ответить на комментарии и всё. Зачем? Я знаю, что с ним нет смысла разговаривать. Нет, ты просто от разговора ушёл и всё. Да, я потому что не вижу смысла с ним разговаривать. Этот человек, я считаю, с ним как со стенкой, нет смысла разговаривать. То есть мы с ним до этого момента вроде нормально общались, он такой писал, помоги мне там с треком, текст написать, что-то ещё. Я такой думаю, ладно, я с ним больше даже не срался. Потом он у меня удалил из друзей, я такой думаю, окей, всё, не хочет, только мне похер. Как ты мог аргументировать этот комментарий и сказать то, что он не прав, там факты и всё. Я просто не вижу с ним схворить, понимаешь? Ну, так и скажи то, что ты с разговора ушёл и тебе просто нечего было ответить. Я разве нет, я же тебе сказал, что я ушёл от разговора с ним. Вот тебе нечего было ответить ему, значит он был в том, значит он был в том комментарии прав и всё. Не, чувак, я тебе ничего не предъявляю, просто не трогай меня и всё, мне до тебя дела нет, понимаешь? Ты удалил, ты, 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 блядь, удалил, тебе пишут, блядь, а ты удалил. Ну, там на то причины были, я тебя скидываю сейчас. Ну, ну, ну ты денег попросил, ты денег, ты, ты продажный, ты всё только ради денег. Подписчики качались, качались, блядь, а у тебя деньги, деньги, сука. У меня канал вырос до 100 тысяч, а я получал будто 30, понимаешь? Ну, ты сам вот как-то нормально считаешь, как вообще? Блядь, Данил Герой писал, блядь, а я сам бокс, а я-то, ты не этот, ты, ты, блядь, обманул всех, блядь. Блядь, чё, чё тебе надо? Да ты мамок ебёшь, ты их, блядь, трахаешь секс, ёбля, блядь, половое сношение, ты их, блядь, во все щели, пока никто не видит, нахуй. Слушайте, Павлов столько говорил про продажность и прочие вещи, а что вообще такое для него продажность? Ведь он же сам снимает на разных серверах и разных проектах. Начну я, пожалуй, с определения продажный ютубер. В моём понимании, это тот ютубер, который ушёл с другого сервера на другой сервер, где ему, собственно говоря, больше заплатили. Угу, с одного сервера на другой сервер. Ну, в целом, понятно, я этому верю, а почему Владислав-то на разных серверах снимает? Я снимаю аж на нескольких серверах, но они имеют другой жанр. В Сампи я снимаю только на Эволве, в КРМП я снимаю только на Бриллианте, в МТА я снимаю только на Радмире и на Конфидиенсе. Кстати, Радмир и Конфидиенс – две разные платформы. Конфидиенс – это РП-сервер в МТА, а Радмир – это сервер чисто по фану и транспорту. Почему я начал снимать на этих серверах? Сейчас хейтерю в комментариях, как обычно, напишут «Да ты продался и так далее». Ну, понятное дело, тебе за ролики будут платить денюжку. Ну а почему я стал снимать? Отвечаю. Да я просто-напросто хочу расширить свою аудиторию по разным тематикам. Так и по Сампу, так и по КРМП и МТА. Что в этом плохого? Но некоторые люди это восприняли в штыки и сразу в комментариях стали писать, что я продался. А, ну теперь всё понятно, теперь вопросов никаких нет, всё, я всё понял, спасибо большое. Опа! Ну и решилось всё как-то так. Так всё, просто давайте разойдёмся, как вы… Каждый остаётся при своём мнении и всё. Да. Ну всё окей, мне как ты хочешь. Мне главное, чтобы эту тему опять не поднимать это говно. Мне хочется спокойно делать видео ещё. Никто не играет. Ну всё, будем спокойно делать видео и не трогать друг друга, всё. Ну всё. Всё, ребята, хорошего вам вечера. Спасибо, что вы поговорили друг с другом. Надеюсь, у вас всё наладится. Восхитительно. Нет, реально. 40 минут для того, чтобы прийти к этому. Это сильно. Это заслуживает уважения. Спасибо, Долрензи. Выручил решатель конфликтов из тебя. Моё почтение. Опа! И в целом тут, в этом конфликте я был засукре. Считаю, что в интернете мамок ебать, ну не хорошо, конечно. Ну и не так страшно, как описал это Владислав Павлов и прочие сам ютуберы, которые вступились за него в данном конфликте. Просто я вот во всём этом конфликте до сих пор считаю, что победу одержал Андрюха. И изначально был прав он, а Павлов просто хотел просмотров. Но во всём этом есть одно большое но. Об этом вам сейчас расскажет и покажет человек с канала Семён с рубрикой Данила Кибербуллит. Ссылочка на его канал в описании. Друзья, всем привет. Меня зовут Семён. Сегодня мы с вами посмотрим видеоролик, который, ну, нужно посмотреть, я считаю. То есть, проучили дебила. Прям вот наказали его. Прям быдло получило по заслугам. Давайте мы сейчас всё это посмотрим, всё это сделаем. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. Там выходят видеоролики вот такого подобного формата. Спасибо. Для того, чтобы нам найти этот видеоролик, мы должны написать, как Андре Сукре напугал Зе Дан Семёна. Вот. И тут мы видим два видеоролика. Один от Эдуарда год назад, потому что это было, ну, год назад, сами должны понимать. Второй от Матео Форзи, и он идёт на несколько секунд больше. Ну, на 20, если быть точнее. Давайте посмотрим данный видеоролик. Зайдём вот буквально. И давайте всё это посмотрим. Я его уже смотрел. Могу сказать, что прям быдло получило по заслугам и конкретно. Давайте всё это сейчас посмотрим. Вот, у нас тут Человек-мыльный квадрат. Вот. То есть, действительно, это так. Давайте посмотрим. Он его взял за руку. Вот, да. Это Дэн Семён. Так, подожди. Дэн Семён или это Зе Дан Семён, или это кто? То есть, нужно уточнять. Люди-то разные всё-таки. Вот есть Семён, есть Зе Дэссе, есть Зе Дан Семён, есть... Там ещё Дан Семён есть просто. Нужно уточнять. Так, ну-ка. Смотрите, он просто схватился. Так, ага. Да-да-да, и что дальше? Блять, Зе Дан Семён там походу вообще обосрался нахуй. Блять, пиздец вообще, представляете? То есть, на человека втроём напали, блять. И вообще, ладно, давайте серьёзно. На самом деле, вот в тот момент я просто охуел, когда вот всё это происходило. Я просто думал, типа, пиздец, вы серьёзно, блять? Я-я-я типа... Я видел Андресу Кре раньше, там, знаете, в интернете везде. Он там весь такой весёленький был. Заходите на iWolf Roleplay, там промокодик вводите, то есть всё, пятое-десятое. А тут просто я подхожу, и вот это вот всё начинается, как вы видите. То есть, он мне там говорит, садись в машину. Я говорю, я не хочу. И вот дальше вы уже всё видели. И типа, ну, это вообще... Я не знаю. Он... Пиздец. В этот момент, смотри. Смотри, смотри, момент. Сука. Вообще, блять. Это жёстко, пацаны. Да вообще, блять, жёстко, жёстко. Жёстче некуда, блять. Один в машине сидит, один вот это вот, один ещё, блять, помогает. Но это вообще, блять. Стоит, смотрит. Охуительно, блять. Не, он там реально пересрался, блять. Реально, блять. Семён, ёпта, в интернете такое круто, делает профессии. Пиздец вообще, блять. Все плохие и так далее. А этот, а сам в реальной жизни он какой-то грибный. Гриб, блять. Реально, пиздец вообще. Пиздец. Понимаете, это, говорит, не человек, который вот себе вот лицо замазал. Это, это... Я просто... Я вообще, я действительно не понимаю. Это, блять, говорит, не человек, то, что ебальник может набить любой школьник, когда они, блять, подъехали втроём. Когда просто... Вы понимаете? То есть, нету какого-то осуждения, нету чего-то. То есть, вот этот вот ебучий садист из-за каких-то личных возможностей, там, я не знаю, конфликтов, всего прочего. То есть, поддержит эту хуйню, блять. Это... Это... Что за пиздец вообще? Я не знаю. Лицо, блять, замазал. То есть, либо он сам пожаловался, чтобы лицо его замазали. Либо, я не знаю, давайте посмотрим. Может быть, если вот этот человек, который нарезает Владислава Павловна, может быть, там действительно, я не знаю, у него на всех нарезках лицо замазал. Что это, распродажа на Алиэкспресс? Мне интересно абсолютно, что у нас там, где, блять. Вот Павлов позвонил к проститутке на стриме. Давайте посмотрим. Тут лицо у него замазано, нет? Вот, блять. Тут лицо не замазано, блять. Почему там оно замазано? Небо, видимо, он чего-то испугался. Я не знаю, чего. Где еще? Что, давайте посмотрим там. Ни у кого больше лицо тут не замазано, блять. Вот, Владислав Павлов танцует, блять. Все. Ни у кого лицо не замазано. Я не знаю, где что, блять. Просто... А тут замазано почему-то. Почему тут-то замазано? Ты чего испугался-то, в самом деле? Мне, говорит, такой крутой, крутой, блядь. Сидит крутой, такой реагирует, блядь. А сам в реальной жизни какой-то этот самый, блядь. Ну это вообще, это пиздец, это садист ебучий. Я не знаю, как так можно, блядь. На меня напали, на меня, блядь, напали. Он сидит, смотрит, говорит, ха-ха-ха, смешно, блядь. Чё смешного, я не понимаю, если честно. Вот реально, вот этот сидит, блядь, просто вот этот мыльный, блядь, круг, блядь, квадрат нахуй. Пиздец, ну чё, пиздец? Пиздец, вообще реально. Чё это, блядь, такое вообще, пиздец, это же смешно, блядь. Он реально пересрался, блядь, это Дан Семён, я бы-то. В интернете такое круто, делает про всех видосы, какие мы все плохие и так далее. А этот, а сам в реальной жизни... В реальной жизни три человека-то подъехали, хули, блядь. Не такое-то уже крутое, да, когда три человека-то подъезжают. Это же так, блядь, это же вообще, это так к любому можно вообще применить абсолютно. То есть, ебать, Кеннеди, блядь, Кеннеди, ты чё, сука, там сидишь, вот эту хуйню, блядь, всё делать, ты чё, ты ебанутый, блядь. От пули уклониться не мог, блядь, президент называется, нахуй, Кеннеди, блядь. Сидишь там в своём этом кресле, страной управляешь, Америкой этими, Соединёнными Штатами всеми, блядь. А тут от пули, блядь, уклониться не смог, когда в кабриолете ехал. Чё за пиздец вообще, блядь. Владислав Павлов, вы знаете, в реальной жизни тоже, я не думаю, что, блядь, он сидит там на стриме, вот Эвольф Роли Плей рекламит, Инстаграм рекламит. Не думаю, что он в реальной жизни, блядь, тоже будет там Инстаграм свой рекламить, или там Эвольф Роли Плей, пиздец вообще. В реальной жизни гриб какой-то, блядь, реально. В реальной жизни, блядь, мыльный круг, оказывается. Это вообще охуеть, блядь. Просто, блядь, ему ебальник может набить любой школьник. Любой школьник, абсолютно, блядь. То есть, чего-то тут Владос, видимо, испугался, потому что лицо замазал. Чё, не захотел себя вот причастать вот к этой всей хуйне, блядь, или что? Пиздец. Охуеть, то есть, Андрюха Сукры, ты там, нападай, нападай, я там, покажу на стриме, там, в несколько часов утра, пока никто не видит, вся хуйня, всё будет, блядь. Но в целом, ну, типа, ну, ну, вот, ебалом может набить любой школьник, блядь, пиздец. Съедит там гриб, блядь, вся хуйня. Пиздец вообще, блядь. Такой, типа, здоровается. Такой здоровается. Ладно, ну, это было жёстко. Жёстко было, реально, блядь. Вот если Владос так встретит, то он реально, это, блядь. Давайте ещё посмотрим, там, видеоролик-то. Это тот же самый видос, типа, только минут 24. Чё, может, тут лицо у него не замазано? Ну, интро, понятно. А тут интро столько времени занимает. Ну-ка, дайте посмотрим. По руку, вот смотрите, это Дэн Семёнов. Дэн Семёнов. Вот, то же самое лицо замазано. Владос, ты чего испугался-то, в самом деле? Приехали ко мне, спрашивают с меня. А в лицо у Владоса замазано. Почему, блядь? Я не знаю. Я-то чё? Я-я-то вообще, я всё рассказал, всё как было. Я всё вообще, я не знаю. Я даже извинился, потому что действительно, ну, может быть, человек действительно, там, обиделся на всё это. Я могу ещё раз извиниться, безусловно. Я извиняюсь, если там его как-то задел, обидел вот по этому поводу, за те слова, вот действительно. Но тут-то Владос, блядь, это про... Вы понимаете, насколько садист, ебучий, из-за каких-то своих личных обид, блядь. То есть, может, вот, чтобы с человеком такую хуйню, блядь, просто делать, чтобы делать. И это никакой, блядь, не напугало, вот как тут все почему-то пишут, блядь. Это напал, блядь. Если вот кто-то из вас сомневается, что это не Андрес Украя, что это не он и так далее. В моём телеграм-канале, в закреплённом сообщении, вы вот можете посмотреть всю информацию. То есть, то, что действительно Андрес Украя напал. То есть, тут после одного года я всё это написал. Всё в хронологическом порядке, все посты, всё как что было. Даже вот есть ролик с реакцией с Украей, это последнее, что было в данном конфликте. Ну, не конфликт, а нападение во всей хуйне. Вот, то есть, действительно, он, вот его инстастоинс, он тут всё показывает. Говорит, вот, там, всё было, всё можете посмотреть у меня по ссылочке, там, в описании, в моём телеграм-канале. То есть, всё там можете посмотреть. Но вот тут Владос, в самом деле, вот, Владос, я просто, я не хочу желать тебе какой-то физической расправы, всего прочего. Но понимаешь, в чём дело? Люди же, они же смотрят тебя, им же вот нравится то, что ты делаешь. И вот представь, через несколько лет они вырастут, вспомнишь, что вот ты вот эту вот всю хуйню поддерживал, да? И вдруг чуваки эти самые осознают, что ты хуесос на самом деле, что ты бизнесы портишь, что ты проектам мешаешь просто деньги зарабатывать, а людям ты в целом мешаешь играть, которые, возможно, донатят на все эти проекты. И вот, представляешь, подойдёт чел и тебя нахуй отпиздит, ты чё делать-то будешь так же, там, втроём подъедет с пацанами-заправами, вся хуйня. То есть, понимаете, Владислав Павлов всё это поддерживает. То есть, по сути, если на него вот так вот нападут, он будет говорить, да нет, да всё нормально, да у пацанов просто не устроило то, что я говорю, да всё правильно, да всё хорошо и так далее. Это ж, это вообще пиздец какой-то, бля, я просто, я не знаю, это ебануться вообще, чё это за... Я не знаю, в самом деле, ну это ж, бля, это ж вот так работает, я разумею, если на Владислава Павлова или, там, на Андре Сукре или на прочих, вообще, на любого человека, если нападут, без разницы, кто он, без разницы, как я к нему отношусь, я поддержу его. Потому что, ну это вообще пиздец, такого не должно быть. Чё это за хуйня? Мне не понравилось то, как, блядь, ты обо мне отзываешься или, там, то, что ты там сказал, я приехал, нахуй, начал вот эту вот всю хуйню делать, садись в машину, садись в машину, блядь. Это вообще, это пиздец, так не должно быть, это пиздец, и все, кто эту хуйню поддерживает, вы просто, вы садисты ебучие, вы мрази, блядь, вы не люди просто, я не знаю, что это вообще, как это вообще работает, вы чё серьёзные, ребят, ну это ж, это просто пиздец какой-то полный. И я действительно вот не понимаю, но неужели Владислав Павлов, блядь, такой тупой, я просто, я не знаю, и вот это вот ещё фраза, понимаете, блядь. В интернете такое круто, делает про всех видосы, какие мы все плохие и так далее, а это, а сам в реальной жизни он какой-то гри, блядь. Блядь, да это же можно к любому подобрать, там, я не знаю, это же вообще, это, блядь, это просто, это вот так. А сам в реальной жизни он какой-то гри, блядь, просто, блядь, ему ебальник может набить любой школьник, мне кажется. Это ж просто, блядь, это вот так. А сам в реальной жизни он какой-то гри, блядь, просто, блядь, ему ебальник может набить любой школьник, мне кажется. Это ж просто, это, блядь, вот так. А сам в реальной жизни он какой-то гриб, блять, просто, блять, ему ебальник может набить любой школьник, мне кажется. И вот так ещё. А сам в реальной жизни он какой-то гриб, блять, просто, блять, ему ебальник может набить любой школьник, мне кажется. И просто, ну это вообще, это, блять, это вообще, это ко всему подходит, к любому обстоятельству, блять, в реальной жизни какой-то гриб, блять, чё, мне чё нужно было сделать, блять, начать с ним пиздиться там под камерами, или чё, что он хочет-то, блять, чё этот, блять, провокатор, садист и мазохист, блять, блять, я не знаю, эксгибиционист, он чё хочет-то нахуй, Владислав Павлов, это же вообще, куда мы, блять, так уйдём-то, в какое общество, блять, в беззаконие нахуй, где все будут друг друга пиздить, где в спорах выигрывать будет тот, кто больше людей собрал и другого человека отпиздил, блять, или что, или напал вот эту вот всю хуйню начал делать, блять, мы к этому придём-то вот с такими людьми, как Владислав Павлов, или что, это же вообще, это пиздец вообще, блять, хотя когда вот перезалили, он пожаловался, и на всех вот этих вот, вы не сможете найти ни одного видоса вот с этой вот хуйнёй, где у него бы не было замазано лицо, понимаете, в чём дело, это просто, вот в чём проблема-то, блять, то есть он сам боится, он сам не хочет, чтобы его вот ко всей этой всей хуйне причисляли, блять, но он поддерживает эту хуйню, блять, то есть он не осудил Андреа Сукрова, он не сказал, типа, чё ты делаешь, он говорит, ебал, он обосрался, ебал, то есть это вообще, это пиздец полный, но опять-таки я хочу сказать, что если вдруг, мало ли, случится с этими людьми что-то, нападут на них там, побьют и забьют, убьют, не дай бог, я выскажусь об этом, я скажу, что так нельзя делать, что это полный пиздец, типа, в самом деле, и вот знаете, меня ещё вот больше всё раздражает эти комментаторы, блять, которые пишут, да правильно, блять, да ты добазарился, да ты договорился, блять, вся прочая хуйня, то есть по их логике я могу к ним, блять, приехать, если мне что-то не понравилось в их комментариях, блять, иначе их там тоже вот эту вот всю хуйню проворачивать, всё это делать, блять, я, я не понимаю, я действительно, я уважал Андресу Крым, мне он нравился после вот той ситуации с Владиславом Павлом, я уже, наверное, рассказал в обзоре или дальше расскажу, но тем не менее, я уважал его, и тут вот такая вот хуйня, блять, я про, я, я не понимаю, это про, это пиздец какой-то, блять, это, это ебануться, это, что это такое, блять, пиздец. Подписывайтесь на канал Семён, там будет много всего, там будет вот моё вот это вот всё прыщавое потное лицо, там всё будет, заходите, подписывайтесь, ДК, может быть будет часто, может быть будет не часто, заходите, всё делайте, всем пока, пока. И в целом от Павлова после всего этого конфликта ничего слышно не было, но делал он там свои топы, сливы, кликбейты, рассказывал охуительные истории или комментировал новости, о которых напишут в лайвсампе, ролики были даже не говно, если не смотреть. Но тут случилось нечто, Павлов оклеветал проект за деньги конкурентов, давайте перейдём на канал, который восстановили, и я вам всё покажу. Блять, а где, неужели он удалил, ну всё, разоблачение заканчивается, ой, вернее сам обзор заканчивается, я не справился, до свидания. Хотя, погодите, нахожу ролик Данила Геррера о происшествии, там он показывает название видео, это самый худший сервер в GTA Sam на 2018 год, захожу в видео вконтакте, набираю название, и вот чудо, нахожу перезалив ролика Владислава Павлова двухлетней давности, вот так везуха. Ну что ж, давайте узнаем, что он там такого сказал. С каждым вашим лайком фпс в Сампе увеличивается на один кадр. Кстати, вот этот вот братишка получает от меня 200 рублей, а всё потому, что его комментарий под прошлым видео остался без ответа и лайка. Хочешь так же как он, тогда вперёд пиши свои комментарии под этим видео на любую тематику Сампа. Если что, я играю на первом сервере Эволю РП, заходите и играйте вместе со мной, IP будет в описании, при регистрации указывайте мой промокод хэштег Павлов. Ну всё, друзья, сейчас будет небольшая рекламка, после чего мы приступим уже к этому выпуску. Заранее желаю вам приятного просмотра. Друзья, рекомендую вам подписаться на необычный канал по Сампу Эллер. Так, ну ролик посмотрели, можно теперь и по своим делам пойти. На канале Влада вышел 10-минутный, в кавычках, обзор, в названии которого так и написано, что это худший сервер Самп. Однако, если вы посмотрите видео, то обратите внимание, что на осмотр игрового мода отведено всего 4 минуты, где нас знакомят с регистрацией, квестом и показывают госсцену на дома в гетто, и при этом всём Павлов говорит, что всё в порядке, и мод его устраивает. А дальше начинается полный разъёб по фактам, где из фактов только размышления о неудачном старте второго сервера и ничем не подкреплённые слова какого-то Петьки из 6-го Б, который утверждает о том, что руководство проекта удаляет, прошу это запомнить, аккаунты игроков, когда они переносят аккаунты на проект конкурента, и это всё он ещё и передаёт с чьих-то слов. По итогу, Влад даёт Ревенту оценку 3 из 10 и прощается со зрителями, а в описании красуется IP проекта Evolve RP. Окей. Как вы понимаете, обзор не удался, и оценка сервера была выставлена не объективно. То есть, понимаете, Владислав Павлов за деньги прямого конкурента оклеветал Ревент РП, рассказывая о том, что они удаляют аккаунты, и всё это под руководством Николая Бурцева. Так, пруфы всего этого, конечно, были соответствующие. Смотрим внимательно данный скриншот переписки. Фотографию автора... Всем, кто перенесли Аки на Аврору, Ак, био всех забанят, ахаха забанил Рили, да, да пусть идёт нахуй. Что это, блядь, такое? Что это за туалетная, блядь? Короче, Ринго продаёт верты, да? Вы хотите пруфы, смотрите. Так, вот, Даня сообщение пишет вот тут. А ему, короче, Виталик отвечает, в общем, да, блядь. Вот, и он это вставал, он такой принтскринит вот это, блядь. Сохраняет такой к себе. И такой, и в ролик вот это вставляет. Что это за письмо, что это, блядь, туалетная бумага какая-то, блядь. Ну что это, что ты, блядь, тут показано, блядь, что-то оба геи, всем, кто перенесли Аки на Аврору Ак, био всех забанил, охахахаха, забанил звёздочка, или... Пиздец, что за письмо, блядь, что? Я замазал, ибо данный скриншот скидывал лично действующий администратор Ревента. Пиздец, ты, пиздец. Пожалуйста, жалоб на форуме Ревента. Что это такое, блядь? Сколько недовольных людей, вот все скриншоты переписок на ваш... Это просто пиздец, я, то есть, Эмси Боров, пожилу... С чего, блядь, пожилой чекотиро рассказал своему другу, пидорасу Суре Андрею, то, что на Аврору можно Аки перенести с хуевента РПГ, он согласился, оформил заявку иметь дельный ляк, я ебал, так жить, ревент, или нахуй, а ревент. Чё это, блядь, такое? Владислав, блядь, ну это, это пиздец. В общем, все, давайте посмотрим, в наших экранах. Нормально по звуку там? Аку, Леша, МБ, ты меня знаешь, я, Джей РХИКС ДПЛЕЙ, на Авроре подписан. Короче, реально делают Аки на ревенте за Аврору, ха-ха-ха, пиздец, просто ебанутый уебан, я охуеваю, 17 левел дельнули. Владислав Павлов не стремится, как вы понимаете, и таких заказов. Ну а почему бы и нет? Вначале засираешь, ну, БРП, потом берешь с них деньги за рекламу, а потом уже за деньги другого проекта клевещешь на их прямых конкурентов. Замечательная бизнес-стратегия, вот прям молодец. Но эта ситуация нам не особо важна. Нам важно то, что сказал Данил Геррара тогда, в своем видеоролике про Владислава Павлова. В том самом видеоролике, в котором он оправдывал ревент РП после клеветы от Владислава. Оправдываться, блять, Влад, вот честно, я не стал тебе писать после этого видео, но ебаный в рот, ты в своем уме? Тебе на уши присел толстый паренек, который кормит тебя скриншотами, не говорящими вообще ни о чем. Так ты еще и портишь мнение о себе. В самом начале видеоролика Влад показывает скриншот, где Мирослав Корда, а он же Вис, а он же Игорь, обращается к игроку достаточно грубо. Я полностью согласен, так обращаться к игроку это неприемлемо. Но неужели ты думаешь, что твои подписчики это совсем малолетние дебилы, отбитые наглухо, которые нихрена не понимают и можно вот так просто замазывать информацию и представлять ее в своем видео? Вот оригинал скриншота. Посмотри, как этот игрок обращается в репорт. Вот его за это должны были поголовки погладить? Опять-таки, да, Игорь был неправ, что так ответил игроку. Но все же администратор ответил так, как полагается. Подводя это видео к его логическому завершению, хочу подвести итог. Мое отношение к Владу поменялось, так как я считал его действительно хорошим человеком. И во время всего этого хейта даже заводил стрим, где я объяснял своим зрителям, что возможно он и не виноват вовсе. Ой, да что ты, да что ты, отношение, говоришь, поменялось? Считал его хорошим человеком, а он вон каким гадом оказался? Ну ты даешь. А я ведь давно говорил об этом, а ты-то меня не слушал. Эм, 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 что? Погоня за Владиславом Павловым? Серьезно? Нет, ты серьезно? Блять, Дань, ты че? Сегодня же по ориентировкам проходит Владислав Павлов. Угонять от полиции он будет на автомобиле Буффало, а из оружия у него есть М4 и пистолет Дигл. Да сколько можно ждать этого Джесси, я уже целых полчаса его жду нам ехать на сделку, а его до сих пор нету. У меня столько в багажнике дури. Ой-ой-ой, да ну нафиг, это еще че такое? Он че меня сдал копом что ли? Да ну нафиг, ё-моё, я так и думал, что он крыса. Ммм, вот оно что. Ну, конфликты конфликтами, принципы принципами, а 100 тысяч просмотров они, знаете, на дороге-то и не валяются. Годно вышло, пишет Владислав Павлов, и Данил Геррера нажимает лайк. Да, о чем тут можно говорить, если человек хочет снять погоню за Владом А4. Понимаете? В этом наше принципиальное отличие. Данилу Геррере абсолютно похуй, с кем записывать видеоролики, или от кого получать респекты, там, благодарности, уважения. Он бы из Чикатила погоню заснял, если бы это могло просмотров принести. А это бы, кстати, принесло просмотров. Печально, конечно, но есть еще один человек, более харизматичный, скажем прямо, который говорил Павлову такое. Ну, в общем, смотрите сами. Ну, если ты приедешь, я набью тебя ебало. Запомни это раз и навсегда, ебать. Запомнил? Если ты после этого напишешь заяву, ебать. Бля, ну, все поймут, что ты, ебать. Базару. Ноль проблем, ебать. Хорошо. Да я не собирался вообще-то. Хорошо, ебать. Ты захочешь меня засадить, ебать. Так, за что, ебать? За то, что ты... Шо? Он тебе такое писал? За то, что ты дырява базарил, ты шляпа, ебать. Подожди. Я? Потому что я ему ебало набью нас, ебать. Подожди, а ты... Мне? А, подожди, а ты думаешь, что так сукре, блядь? Да он по-любому напишет заяву, он мусорнется, он пидор. И Павлов тоже пидор, ебать. Что он базарит? Бери своих кинтов, давай пиздятся, ебать. Не пуху, я один выйду против вас всех, ебать. А, это не ко мне? Ну, ладно, но ты понимаешь, я все равно извиняюсь, если что. Залупа, бери весь свой иркуз, ебать, приезжай, и ты, сука, сука, за кого ты залупы там, нахуй. Если у него есть какая-то, не знаю, обида, то я же могу извиниться, в этом нет проблемы. Так, все понял. Шляпа, ебать, расскажешь мне, кого ты ебал, ебать. Я с тобой побазарю, ебать. Ну, долго базарить не буду. Чмо, спасибо за 10 рублей. Пидор, ебаный, нахуй. Да и сукре, и Павлов, ебать. Две залупы, ебать, дырявых, нахуй. Я вот так... Маму он ебал, кого ты маму ебал, ты залупа, ебать. Слушай. Чего ты батю трагал, ебать. Приедь ко мне в Криворог, я тебя к бате привезу, ебать. Мой батя тебе ебал, лабасы, ты, сука, будешь извиняться, ты залупа, ебаный, нахуй. Что ты себе позволяешь, ты дура, ебать. Ты что, себе корону повесил, ебать. Чего добился ты, ебать. Каких-то подписчиков в Инстаграме, ебать, или, бляд, в Ютубе, нахуй. Давай попиздим в жизни, ебать. Я там посмотрю, чего ты добился, ебать. Каким спортом ты занимался. Кого ты ебал, залупа, ебать. Ты будешь встанать так, ебать, пока я не кончу, ебать. Ты понял, нахуй? Ты шляпа, ебаная, нахуй. Передайте ему это, ебать. Одному и второму, ебать. Двум дыркам, сука, дырявым, ебать. Ебаному казаху, ебать. И ебаному, сука, залупе с Иркутска, ебать. И сделал, ебать, что-то, сука, на родителей, ебать. Я все это помню, ебать. Вы поняли, нахуй? Я все помню, ебать. Так, да, да, все понял, да. Хочешь, я расскажу за сукре, блядь? Да что о нем рассказывать? Он дырявый толбоеб, ебать. Что он, что палов. Два пидора, ебаных, ебать. Один поднялся на сборках, начал снимать какие-то видео, ебать, блядь. Негра привел в GTA, ебать. Да ебать, а за сихуй своему негру, ты залупа, ебаная, блядь. У тебя 500 тысяч подписчиков, ты никому нахуй не нужен, ты понял? Ты пидор, ебаный. А мы с тобой встретимся, ебать. Пацаны, я сейчас привезу. И ты отсосешь, ты пидор, ебаный. Я за гантели. Если у него есть какая-то, не знаю, обида, то я же могу извиниться, в этом нет проблемы. Такая пламенная речь. Такие эмоции. Такой конфликт. Вот это я понимаю. Враги навсегда. Ну ладно, мы отвлеклись. Дело в том, что осенью 2018 года Владиславу Павлову удалили канал. Тот самый канал Владислав Павлов, который он регистрировал еще в ноябре 2014 года. На который он выкладывал свои первые сливы. И который по сути являлся его основным источником заработка. И тут, разумеется, появились люди, которые не прочь с Владиславом Павловым все это обсудить. Таким человеком стал Артур Митин. Знакомый вам по моим видеороликам, разумеется. Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. А я опять тебя пиарю. И забываю обо всем. Ну и разумеется, наверное, всем интересно, за что же был удален канал Владислава Павлова. Что же он такое сделал? Чем насолил Ютубу и в целом Гуглу? А все оказывается очень просто. Как ты думаешь вообще, почему твой канал заблокировали? Что поспособствовало? Ну, основной причины как таковой нет. Ну, были первые подозрения. То, что вот я залил свой влог с Москвы. Там было название «Меня чуть не убили в Москве». Но подобных названий на Ютубе очень много. Естественно. Ну, такой момент меня еще смущает. То, что вот у меня был желтый значок монетизации. Я, короче, запросил повторную проверку. И, может, я попал под эту проверку. И мой канал, типа, взяли по ошибке снизу. Бля, сори, тоже с перевью. Просто что-то у меня сердце кольнуло. У меня сейчас последний ролик тоже с желтым значком. И я нажал «Запросить повторную проверку». Ну, желтый значок монетизации, знаете, ну вот он каналы и удаляет. Ни кликбейты, ни спам, ни введения в заблуждение, ни сливы, ни прочая хуйня. Желтый значок. Ну, а вы-то как думали? Его вот для этого и ввели, чтобы вы там, знаете, отправляли на повторную проверку. И вам каналы удаляли. Вот Владислав Павлов с Артуром Митиным все это и разоблачили. Просто нужно решать такие вопросы только через партнерку. Что партнерка только способна помочь в разрешении вообще этой проблемы. У кого нет партнерки, да. Вот печальная ситуация. У того же Нефи, да, у него нет партнерки, да. Да, да, да. Тут же вопрос не решаем. Да, с этим, конечно, тоже печальная ситуация. То, что и парня тоже так вот. 30к подписчиков слетело тоже. И партнерку, да, надо всегда иметь. Они всегда тебе помогут. Ну, партнерку, там, знаете, надо иметь. Партнерку, да. Она всегда поможет, безусловно. А то, что когда мне страйк пришел от Луняши, я им сразу же написал. А ответили они мне только через 2 дня. И ответили, внимание, это. 4 ноября я пишу. Кому я могу обратиться по поводу помощи по снятию страйка? И 6 ноября они мне отвечают. Вам нужно отправить встречное уведомление. А, ну, спасибо, блять. Помогли. Я-то думал, нужно на голове стоять и сливу Владислава Павлова по памяти пересказывать. А тут всего-то встречное уведомление подать. Ну, кто бы мог догадаться. Спасибо, Юла, блять. Лучшая партнерка, спасибо большое. Здравствуйте, вы не выплачиваете мне мои 100 долларов с Ютуба и не хотите меня отключить? Помогите мне, что делать-то в данном случае? Отключите там меня или доллар выплатить, хоть что-то сделайте. А, ну, вам нужно обратиться в суд. Партнерка на полном серьезе дает такие ответы. И все это за 30% от моего дохода. Ну, или от дохода любого другого самп-ютубера. Спасибо, блять, самп-ютуберы. Помогли, блять. Подсказали. Охуительно, блять. Благодарю вас. Всей душой вам обязан. Пиздев, красавчики. Помощь от вас, конечно, блять, на уровне ваших же партнерок. Но спасибо. Спасибо. Владислав Павлов, осознав, что партнерка не помогла и канал восстановить не получилось, создает новый, на который в тот же день заливает свой первый видеоролик, в котором ответил на большинство вопросов. Многие задаются вопросом, что же будет дальше, а дальше будет лучше. А, ну, тогда ладно. Я намерен улучшить качество своего контента. Буквально две недели назад я заказал хорошее освещение и хромакей. Поэтому, друзья, в скором времени мои ролики ожидайте с вебкой и хромакей. То есть сливы и пранки, админские будни и новые рубрики будут отныне с вебкой. Все будет по красоте, все будет качественно. Помимо этого, улучшится монтаж и появятся новые рубрики на канале. Вы это все еще увидите в новых видеороликах. А, ну, тогда давайте посмотрим. Давай сначала поприкалываемся, так редактировать. Продам пикап Бобкат. Продам. Пока капон сети можно жестко прикануться. Спермавоз к капону. Пока капон сети можно. Можно пока капону. Кока-колы продам спермавоз к капону. Кока-колы. И заскрыли капону. Он просто добавил вебку и все. Ничего больше не изменилось. Ну, в принципе, то, о чем он говорил, то и сделал. Молодец. Не соврал хотя бы тут. Красава. Уважение. Молодец. Респект. Поэтому не переживайте. Сливы будут, но в другом формате. То есть я буду заранее приготовить сценарий к сливу лидерок, там, админок. То есть все будет отныне красивенько. Необычно. Поэтому, друзья, насчет этого не переживайте. Я реально намерен работать и улучшать контент. И отдельное слово хейтерам. Вот вы меня осуждали, то, что я там сливаю жестко. Не переживайте. Насчет этого я буду сливать в другом формате. Вы увидите. То есть я при сливах уже, там, не буду никого обижать. Все будет красиво. Увидите. А, ну вот это вот про сперму Эль Капона и Кока-Колу. Это в сценарии было. Ну, реально не соврал. Молодец, крутой. Правда, немного такой, знаешь, банальный. Но сценарий неплохой. Тебе бы в сценариста идти. Вот, самое другое. Но если бы на этом вся ложь закончилась, то у людей бы так сильно не припекало с личности данного человека. Дело в том, что Владислав Павлов очень сожалел о бане канала, на котором было 240 тысяч подписчиков. Плакал крокодилиями слезами и хотел все исправить. Именно для этого запустил челлендж. Если до нового года он собирает 100 тысяч подписчиков на своем новом канале, то бьет татуировку. Для того, чтобы мне вам все это доказать, я сейчас зайду на страницу Владислава Павлова. Блять. Ну ладно, всегда есть инкогнитость. Не вот, а мы точно это увидим. Вот, сука. И тут поста нету. Неужели удалил? Ну давайте зайдем в его паблик ВКонтакте и там... Блять. Ну для этого, опять же, есть инкогнито. Набираем в поиске по постам тату. И что мы видим? Запись архивирована. И поэтому ее нету на страничке. Но у тех, кто репостнул, она есть. Вот ведь хитрый жук. Раз хотел набивать татуировку, решил пост по-тихому архивировать. Но он не учел, ну или просто забыл, что ранее в роликах он об этом уже говорил. И про это все помнят. И да, забыл вам сказать кое-что важное. Нас на канале уже целых 90 тысяч подписчиков. Следующая цель 100 тысяч. Вы не забывайте про мой челлендж к новому году. Если мы до нового года набираем 100 тысяч подписчиков на моем канале, то в честь этого события я набиваю себе татуировку, посвященной тематике GTA Samp. Но это если вам мало таких доказательств, разумеется. А так из Павлова убийца, конечно, плохой выйдет. Сразу попалится на постах ВКонтакте. Дело в том, что эти самые заветные 100 тысяч человек на канал Павлова подписались после нового года. Но тату он все равно пообещал набить. Вы скажете, пообещал? Делай. В чем же сложность? А вся сложность в том, что для того, чтобы заснять влог о том, как Павлов бьет себе тату, ему нужно аж 70 тысяч рублей. И вы можете спросить, но погоди, какое тату может стоить 70 тысяч рублей? Он что, хочет себе там все тело забить или что? Типа непонятно, как ты объясняешь. Дело в том, что для того, чтобы Павлову заснять качественный влог, ему нужна еще и камера. Что за камера, сколько она стоит и почему нельзя снять на телефон, он не рассказывал. Хотя вот про последние говорил, что хочет сделать все это качественно, чтобы запомнилось надолго. Ну, отмазка, конечно, такая себе. Ну, ладно, зачтем. И вот этот вот профессор Павлов всячески старался это забыть, замолчать и запись заархивировал. Во ВКонтакте есть такая функция, когда ты не удаляешь запись, а засовываешь ее в архив. И она вроде как доступна только тебе, другой человек ее посмотреть больше не может. Там тоже есть свои лазейки, как было, допустим, с репостом. Если запись репостнута, то ее можно посмотреть, но на нее нельзя перейти и все вот в таком роде. Но замолчать, как вы можете понять, не получилось. Люди, наоборот, с еще большей силой напоминали Павлову о его долгии перед аудиторией. А Владислав, в свою очередь, либо отмалчивался, либо же предпочитал подметить, какие все в этом паблике токсичны. Ну, имеется в виду про Лайфсамп. Вот так да. И стоит признать, что со временем на эту тему стату Павлова все подзабили. Но обещал и обещал, но не сделал и не сделал, всем уже как-то стало на это пофиг. И лишь изредка, когда посты в Лайфсампе выходили о нем, его в комментариях могли подстебать на эту тему, но не более. И вроде бы все, ты успешно смог не выполнить свое обещание, так еще и лояльность при этом не потерял ни жизнь, а сказка. Нужно было просто иногда потерпеть понос в свою сторону от чуваков из Лайфсампа, который даже если он набьет татуировку, все равно будет литься. Но тут, под конец 2020-го, господи, прости, года, Павлик Морозов не выдержал и все-таки сообщил, что в тату-салон записался и тату бить все-таки будет. Ну и отлично, подумал я. Очередное вранье, игра на публику, Айда Павлов. Айда молодец. Но потом я увидел фото, где якобы на его руке бьют тату. До сих пор не ясно, оно с тематикой GTA Сампы или нет, но тату спустя год после обещания он все-таки набил. Или не набил, потому что по состоянию на 11 декабря видеоотчета нет до сих пор. Как нету информации о том, купил ли он ту самую камеру, которую хотел. А то если не купил, а тату набил, засняв все это на телефон, то получается, что все это время он врал, нагло врал, надеясь на то, что все забудут. Ой, да Павлов, ой, да хитрюга. Что только не придумает, лишь бы тату целый год не бить. Молодец. Не зря на ютубе 200 тысяч подписчиков умеет в уши это вкручивать, а? Хотя, если он купил камеру и рука на той фотке его, и это не татуировка из хуба-бубы, то я, разумеется, по традиции данного обзора прошу прощения. Опа! Постановы. Ими изобилует канал Владислава, причем как первый, так и второй. Но давайте пробежимся по относительно недавней постанове, которая вызвала большой общественный резонанс, ну, по крайней мере, среди моих подписчиков и подписчиков Ангела Красады. Ну и там у Владислава Павлова вроде тоже чуваки что-то начали подозревать, думать и анализировать. Самая хуйня, которую можно смотреть, это... Сейчас, да, я найду точно, убежусь, потому что это хуйня. Мне, например, неинтересно смотреть, ну, так, подождите. Во-первых, меня никто не заставляет его смотреть, да, но мне неинтересно было бы смотреть контент Нора Лявы. Нора Лив, да. Ангел Казада, например, тоже хуйня полная, типа... Ну, мне кажется, он сам понимает, что это хуйня, но он не может лучше сделать, поэтому ему обидно, и он снимает про каждого другого ролика. Например, вот этот ролик он тоже, наверное, снимет, типа, потому что ему скажут, что он снимает хуйню. Он не может это признать. Хочется... Высасывайтесь пальцем в говно. Типа вот заноза с навозом залезла в палец, он такой вытащит и абс улет нахуй. Абсоси вот так муа, просто муа, красиво. Да. Но давайте поподробнее. 29 апреля 2019 года на канале Павлов выходит 12-минутный без 3 секунд видеоролик под названием «Что происходит на этом сервере, когда нет админов GTA сам?» И с виду, это вполне себе обычный ролик Владислава. Вначале выпрашивает лайки, подписку на канал, просит написать комментарий, напоминает, на каком сервере он играет, ведь мы уже все забыли, блять. И всё в таком духе. Ничего необычного, казалось бы. Ладненько, друзья, сейчас мы, собственно говоря, приступим к этому выпуску. Заранее желаю вам приятного просмотра. Но на деле всё куда сложнее и запутаннее. И чтобы разобраться в этом, нам придётся сослаться на старый пранк Владислава ещё на старом удалённом канале, дабы более углубиться в данного персонажа. 4 сентября 2017 года, то есть уже более трёх лет назад, на канале моего подопечного выходит видеоролик. Запикапил девушку с вебкой на обзвоне сам. Суть ролика заключалась в том, что он просматривает таб поздно ночью, решает тпхнуть к себе случайную девушку и позвать её в скай. И о чудо, девушка соглашается. И о чудо, это оказывается девушка. И о чудо, она включает вебку даже без особых вопросов. Сам же Владислав в первые минуты разговора произносит следующую фразу. Я сейчас это... Я отойду на пару секунд? Хорошо. Да что ж такое, сука? Опять не эта фраза. Ты часто вебку включаешь? Нет, не часто на самом деле. А ты чё так решила вот мне показать вебку? Я чё такой особенный, первый день общаемся. Даже не первый день, просто 10 минут с тобой знакомы, ты мне уже вебку показываешь. Знакомый первый день, говоришь? Хм, первые 10 минут? Ну, не знаю, не знаю. Есть просто возражения по данному поводу. Это Аня, которая сидела с ним на стримах достаточно давно. Как минимум 26 августа. Я нашёл её страничку в ВК через Инстаграм. По страничке ВК можно найти её фотографии и с комментами вот такими вот. Как такие комменты могли быть 23 августа, 25 августа, если видос ты снимал 3 сентября? И... Так, объясни мне, пожалуйста. Уважаемые, уйти совпалов. И вот ещё один фрагмент стрима Павла. Там, где он спалился. Ты тут ещё, Аня? Да, я тут. Мне даже в ВК пишу, что ты заебал говорить про еду. Все голодные с тебя. Ну, голос, я думаю, вы, в принципе, запомнили. Тут сложно вас путать. Ещё раз повторюсь. Смотрите на дату 26 августа. Видео он снимал 3 сентября. Так как акция X4 на Вольф была только 3 сентября. И этот человек ещё в конце делает ставку, сейчас скажу. Но он понимает, да, что типа палево, я типа с ним на стримах сидел, да? Нужно же хотя бы чуть-чуть отмазать, чтобы школьники сравали. Сейчас покажу, что он там делает. Она в конце. Вот он. Ну, так просто, знаете, ну, бывает, да, как бы, незнакомые люди просто в скайпе сидели. 26 августа, ознакомились, встретилась с тебя. Всё правда, пацаны. То есть, ну, всем понятно, что с Владиславом Павловым, да и я уверен, с любым другим ютубером, я уверен, девушка бы не захотела просто так идти в скайп и непонятно, зачем показывать вебку. Вроде как сделал контент. Вроде как даже всё объяснил. За всё оправдался. Все должны были понять и простить. И действительно поняли и простили. Вернее, даже не заметили. Ведь отмазочка-то в конце есть. Даже уже эта ситуация нам показывает, что Владислав Павлов не прочь снять постанову. И если в данном случае данная постанова она никому не навредила, а наоборот, позабавила и принесла хорошее настроение, тем более, что ролик набрал полмиллиона просмотров, то вот совсем недавняя постанова навредила, как мне кажется, всем. От мала до велика. От обычных игроков GTA Sample до, вот, знаете ли, верхушки Sample YouTube. Включая, кстати, Леонида Литвиненко. Возвращаемся к тому самому постановочному ролику Владислава Павлова. Что же в нём не так? И почему он постановочный? Сейчас объясню. Владислав Павлов зашёл на сервер EvolveRolliPlay3, чтобы проверить, как люди будут читерить. И первые 4 минуты ролика можно описать одной фразой Павлов. Друзья, чтобы вы знали, то, что я админил уже примерно 10 минут на этом сервере без администрации, пока что я не нашёл никакого софтера, которого можно было бы забанить S-Ban'ом. Пацаны, вы где? И стоит Владиславу Павлову только сказать эту фразу, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется это. 391-й каршот юзает. Во, всё, пошла жара, пацаки, всё, начинается, всё, читер начинает просыпаться. Всё, S-Ban'ом просто его баним, всё, я заблокировал наконец-таки первого читера. Ну, неужели, а? Наконец-таки, ё-моё, господи, ну слава богу, хоть одного читера я заблокировал спустя 15 минут. Окей, давайте дальше будем искать этих чувачков, которые жёстко там читерят, да? Вот оно как. Курьёз всей ситуации в том, что дальше на протяжении всего видеоролика читеры вдруг ни с того ни с сего начинают появляться на сервере. Но бдительный и доблестный администратор третьего сервера Владислав Павлов их банит. Всё бы ничего, и даже хорошо. Отлично показана работа администрации, блестящее выполнение своих прямых обязанностей. Показал, так сказать, пример. Но, как это обычно и бывает, есть одно небольшое но. Так как Владислав Павлов долгое время не мог найти читеров на Evolve RP, а отснять ролики хотелось, он попросил своих подписчиков из конференции ВКонтакте зайти на сервер и начать читерить. Он просто написал, там, я не знаю, в конфу своих вот этих вот прихвостней, всех своих подписчиков и всех прочих людей, мол, заходите, ребят, на Evolve RP 03, там попадёте в видеоролик, всё будет классно, всё, что вам нужно делать, это просто вот почитерить на видеоролик. Ребята, конечно же, не понимая, зачем это нужно делать, зачем это вообще делается и так далее, такие заходят и реально такие, о, классно, можно почитерить прям вот на видеоролике и попасть в видеоролик Владислава Павлова. Классно, круто, и начали всё это делать. Разумеется, потом, через какое-то определённое количество времени всё это всплыло, это всё отправили Ангелу Кассадо, и он сделал уже свой видеоролик, там, я не помню, насколько там, на 16, на 20 тысяч просмотров, это не имеет особого значения, в общем, резонанс был. И вроде бы тоже, ну, призвал он людей читерить и призвал, читеры же были не настоящие, Фридо никому не принесли, да и тем более это и вольф роли плей, вот только давайте вспомним слова Леонида Литвиненко. Теперь глобал вопрос. Будут ли Каханята? Зачем мне нужно было уходить на первом? Сидел бы себя спокойно и обменил. Но на третье он возлагает надежды, и чтобы у нас всё получилось, нам нужны адекватные игроки. Именно из-за этого запускаем хэштег Каханфоу. Я сейчас не хочу высказывать своё мнение Максиме, он сам знает, с чего всё началось и почему именно так, а не иначе. Что мы делаем? Вход на 0,3 ему закрыт. По сути, он может заходить с купленных аккаунтов, с VPN, даже как-то показывать, что он читерит именно на 0,3, звать читеров сюда, но это лишь только подтвердит тот факт, что у него раздвоение личности. Не нужно тогда ему показывать себя в начале ролика в душевном, говорить о том, что будьте добрее, делайте больше добрых дел, всем приятного аппетита желать. Я вот со стороны вижу, что это залива. Это равносильно тому, что ты напакостил специально и потом извиняешься для галочки. Такое вот ощущение. Если для вас Кахан топ, не заходите на 3-е. Оставайтесь играть на 2-м. Мы тут спокойненько без вас поиграем. Не, ну всё по фактам говорю. Кахановского мы на сервак не пускаем, но вот если Владиславу Павлову нужно ролик заснять, то его читеров мы пустим без проблем. Мы можем такое устроить, да? Всё заебись, я Леонид Литвиненко, я знаю, что я делаю. У меня всегда всё по плану идёт. Ну да, как-то так это и работает. Двойные стандарты, скажете вы. Сперма осьминога скажу вам я. А Павлов, вы знаете, Павлов, он любит обманывать. А вот так вот всё начинается с пранков, а потом уже заходит гораздо дальше. Да настолько далеко, что его даже лайф сам произоблачает. Но в данном случае это лучше всего показал Чопис в одном из своих недавних роликов. О, сука, в отделении Е, долбоёб выучий русский. Сижу. Из-за того, что разбил ебало ёбаным малолетком около моего дома на лавочке. Блёть, а ты хорош. Да хули, купил кошкам курицы, ебаные пидоры шли рядом и посмеялись надо мной. Я сразу в напряг и ебашить стал. Хорошая была ночка. Стой, Владик, блядь. Да как же так получилось, что этой фотке уже год? Ёб твою мать. Ну нет, реально герой, герой говна и палки, блядь. Фотку эту он потом удалил, ну или архивировал. Не знаю, он любит вот что-то из этих двух пунктов делать. Но факт в том, что Павлов, по моему мнению, пиздит даже в бытовых случаях, которые, в принципе, этого не предполагали, если бы он не соврал, типа, ну, хуже бы никому не было. А лучше ему от этого, я так понимаю, не стало. Он поднялся, начал уже замахиваться на меня. Ну и так получилось, что я ему в быбин дал. Вот и всё, он упал. Я себе вот руку выбил. Где-то недели-полторы я ходил с бинтом. Ну, шрамы у меня там были, конечно. Ну, не шрамы, но такие болячки были. Ну, то есть, вот такая хуйня прошла за полторы недели. Ну, все мы знаем эти целебные бинты, от которых даже шрамов не остаётся. Всё заживляют, всё регенерируют. Вот так да, вот это да. А подорожник ты пробовал, Павлов прикладывал, помогало, нет? Поэтому верить в то, что Павлов набил татуировку, ну, как-то странно. Но я всё же поверю, что Владислав сознательный, добрый, честный, и ещё и на левой руке себе вдобавок тату набьёт. Ну, через год, разумеется. Хоть Павлов и говорит постоянно, что его хейтеры пиарят, что весь этот хейт идёт ему только на пользу, но его изречения порой заставляют усомниться в подлинности данных высказываний. Ну, вот, например, Самп Клуб. Это такой паблик ВКонтакте с мемами по Сампу, если кто не знал. Просто я тоже не так давно узнал. Запустил пост, в котором резко негативно высказывается о той Джинсе, которую Павлов сделал совместно с Николаем Бурцевым. Ну, и там ещё шизоид один был, неважно. Ну, казалось бы, свободная страна. Каждый сам волен выбирать, что говорить и на чью сторону вставать. Но вот, как на всё это ответил Владислав Павлов. Что же сейчас мы видим? А видим мы полное лицемерие и жёсткий наезд в мою сторону и в сторону вас, дорогие друзья. Во-первых, этот паблик назвал мою аудиторию отсталыми, и меня выставил пиздоболом. Сам клуб, ты-то куда лезешь? Ты просто хочешь как-то хайпануть? Привлечь к себе внимание? Но ты понимаешь то, что ты делаешь неправильно, ты делаешь некрасиво. Ты разберись сначала в ситуации более детально, а потом делай выводы. Кроме того, этот паблик делает провокационные мемы насчёт меня. В общем, сам клуб, ты можешь попрощаться с моей рекламой и с моим хорошим отношением. Я, кстати, должен вам ещё сделать два прерла. Но за ваш необоснованный пиздёж в мой адрес и в адрес моей аудитории вы можете пойти нафиг и попрощаться с моей рекламой. А, так вон оно как. Не, ребят, хейтеры меня не беспокоят. От них мне только реклама, казалось бы. Но вот прероллы я вам делать не буду. Красавчик, нет, реально молодец. Вот уважуха Павлова, в какой раз я за обзор уже это говорю, я не помню, но уважуха, красавчик. Но если вы хотите сказать, что то изречение Павлова было в 2018 году, а интервью записано аж в 2020, мол, два года прошло и Павлов мог уже поменять своё мнение, ну, я бы тоже так подумал. Но вот когда ему вопрос, например, задаёшь, мол, что думаешь о высказываниях Чопис и Блэк Бонс насчёт твоих сборок и, в частности, тебя? А потом он такой берёт и отвечает, недалёкие личности строят из себя умников, которые пытаются привлечь к себе внимание. А на деле нихуя. Все хотят привлечь к себе внимание, и у всех ничего не получается. Да что уж греха-то, Владислав, ты чего стесняешься-то? Завидуют все, все завидуют твоему успеху, твоей внеземной красоте, твоему уровню интеллекта. Владос, все завидуют, абсолютно точно, будь уверен, пусть не позорятся в самом деле, ну ты чего, ты им скажи, ты их поругай за это, Владос, ну давай. Владислав на самом деле часто реагирует на какую-то свою критику или там критику в свою сторону даже в том же лайфсампе. Вот наглядный пример. Владислав пишет, еб звёздочка Т мягкий знак, столько токсиков в комментариях, откуда столько злости? И ему отвечают, Владислав, потому что ты даун, чел. И в комментариях лайфсампа парень, по всей видимости, не очень культурно отвечает Павлову и называет его болезнью, дауном, видимо не зная значения данного слова. На что Владислав отвечает, обоснуй свои слова. На что ему уже другой человек в лайфсампе пишет, тебе по фактам раскидать. Образ и вид долбоёба, похож на умственно отсталого. Стиль речи, какие-то кринжовые, жаргонные слова, от которых болевать тянет. Твой контент дерьмо, не представляет из себя ничего. Бред и хуета. Псевдоразносы серверов и сливы. Интересная аудитория 10-14 лет. Ты даже саббейт настроить не в силах, лол. На что профессор говорит. В ЛС голосовой отправил, там мне по фактам раскидай, а не вот этой писаниной своей. И уже другой человек говорит, тебе всё то же самое в ГС записать? И ебать ты, клоун. Слышь ты, ты чё там пиздел, ты блять, слова свои обоснуй нахуй. Тебя по фактам раскидать чмо у тебя. Давай, давай. Ты выглядишь как дебил, ну ты, у тебя образ и вид в целом, вот долбоёба. Ты похож на Дауна, умственно отсталого. Стиль и вот эти речи твои, слова кринжовые, вот эти жаргонные. Блевать от них тянет, понимаешь? Ты даже собей это настроить нормально, а не в силах. Слышь, ты уёбище, блять, приезжай ко мне в Иркутск, блять. Я тебе ебало набью нахуй, блять. Ты уёбище, в глаза мне это скажи, блять. В интернете такой крутой, блять. Пишет там про всех, блять. А в Дискорде, блять, гриб какой-то нахуй. Чё ты, блять? Здесь всё то же самое в глаза сказать. Пиздец ты, клоун. Ну вот так вот вы, блять. В комментариях такие крутые, блять. В Дискорде, блять, крутые такие. А в реальной жизни грибы какие-то, блять. Иди нахуй, ты, блять, уёбище, блять. На, почему? Всё, блять, Владислав Павлов в очередной раз разоблачил долбоёба. Заходите на iWolfRulePlay. IP в описании. Всем пока. Сперма смену. Нет, ну он реально себе как-то так всё это представляет. Ну, самому же смешно, наверное. Нет? Разве нет? Как бы это не было прискорбно сообщать, но Владислав Павлов уже давно запутался. Что он делает, для чего он делает, для кого он делает. Он стал заложником своих же убеждений. Сейчас хейтеры в комментариях напишут, вот мол, снимаешь ради бабла, чтобы было много просмотров и так далее. Нет, ребята. Конечно, любой нормальный ютубер будет снимать те ролики, которые набирают наибольшее количество просмотров. Вследствие этого о канале узнают намного больше людей. И канал начинает расти быстрыми темпами. С таким принципом он закопал сам себя. Ему, может быть, уже и не нравится делать все эти сливы. Сливать аккаунты, админки, лидерки. Но он собрал такую аудиторию. 210, мать его, тысяч подписчиков в GTA Sampi. Это не маленькая цифра. А на предыдущем канале было и того больше. Аудитория, которая интересует сливы. Аудитория, которая интересует пранки. Аудитория, которая интересует деградантство и разложение. И все это на канале Владислава Павлова в числе 210 тысяч. Неплохо, но будем честны. Даже это со временем приедается. И просмотров набирает уже не так много, как раньше. Да что уж греха-то ведь. Вообще не набирает. Но где это видано? Человек на хайповом сливе с хайповым названием и кликабельной превьюшкой Отличающейся от всех остальных превьюшек на канале. За месяц не может 40 тысяч просмотров набрать. При суммарной аудитории в 200 тысяч человек. Где эти 200 тысяч на роликах? Где они, Павлов? Ты потакал, потакал. Детей развлекал, развлекал. Клоуном на детском празднике был, был. Прихоти их исполнял, исполнял. Так в чем проблема? Почему просмотров у тебя нет? А может быть потому, что ты ошибка выжившего? Может быть потому, что тебе тупо повезло, если вы твои на уровне твоих же сборок? Ну то есть однообразные. Может поэтому? Ах да, я чуть не забыл. Давайте пока отвлечемся от всего этого и перейдем к сборкам Владислава Павлова. Которые все так хвалят. А также на которых играет подавляющее число GTA с самп-ютуберов. Да и просто обычных людей. Так и хороши эти сборки, как о них говорят. Папочка Models. Эффекты, по-моему, у нас стандартные. Хотя, возможно, он поместил их в Modloader. Если это так, то ты тупой дебил, блядь. Ты тупой дебил, блядь. Так, ну это скрипт, который увеличивает проекцию фар автомобилей. Хуй знает, зачем он поместил его в Modloader, блядь. Дережабли! Папка Modloader у нас сделана на отъебись. Ничего не структурировано. Просто на похуй создал папок. Накидал модов. Жрите говно, пацаны. Самый заезженный партикл. Который только можно найти, наверное. Эффекты тоже самое. Самые заезженные, блядь. Ну, фиксы анимации тоже ничего особенного нет, блядь. На Liberty City можно найти за 5 секунд. Фикс баг с FPS при плаванье. При плаванье. Фикс баг с FPS при торможении. Эти фиксы нахуй не нужны, если ты играешь с ограничением в 100 FPS. Нахуя тебе больше FPS? Непонятно. Ну и шрифт, конечно, тоже заезженный. Пиздец. HD интерфасия, блядь. Было бы забавно, если бы тут было написано в ВК-комблэкбонсгетто. Ну, типа HD меню и чё. Ничего особенного. Интерьюэр. Какие-то различные мелкие объекты у него здесь. Нихуя, конечно же, не оптимизировано. Нахуя вам объектив 512 на 512 пикселей? Скажите мне, пожалуйста. Но тут тоже я, блядь, не вижу ничего особенного, потому что, скорее всего, он просто взял какой-то пак различных объектов и всё, и запихнул его в модлоудер. Папочка Other. Вот видите, да, здесь у нас текстурка нахуй 2К разрешения, а здесь у нас 128 на 256. Вот это я понимаю, сбалансированная сборка, где модели вписываются идеально в общую картинку игры. Особенно вот это. Это какой-то пиздец. Так, замена различных пикапов. Ну, тоже вот явно какой-то пак просто взял, запихнул в модлоудер и всё. Что-то вручную он вряд ли стал отбирать по одной модели. Потому что нахуй так стараться, действительно. Бабочка General. Ну да, нахуя что-то запихивать напрямую в директорию, или как это называется. В общем, напрямую файл General, а все звуки запихивать, когда можно запихнуть просто в модлоудер и похуй вообще. Хотя через программу с АААТ это, блядь, делается за 5 секунд. Оптимизация выходит нихуёвая. Ну, давайте запустим, что ли, его сборочку. Посмотрим, блядь. Error loading plugin, блядь. Stream memory fix 1.0 AC. Мне уже нравится, как запускается эта сборка, и она не запустилась, блядь. Блядь. О, чудо. Или не чудо. О! О боги! Запустилась! Знаете, я очень люблю, когда обращаю внимание на детали. Когда очень трепетно относятся к каждому аспекту сборки. Не удосужился также поменять мышку в меню, и хотя бы HD вот эту хуйню поставить. Блядь, вот честное слово, я не знаю, что можно обозревать в этой сборке, потому что здесь нет ничего особенного совершенно, блядь. Транспорт. Вот, спавним какую-нибудь развалюху паршивую, цивильную, у которой есть тюнинг по типу, знаете, бравуры. Вот, заходим. Вернее, ну да, заходим, блядь, и... Ну давайте, давайте, скажите. Ой, да это хейтер, да у него задача захейтить. Разумеется, он будет придираться ко всему, лишь бы привлечь к себе внимание Владислава. Сборки крутые, сам играю, вся семья играет. Все хорошо, а вы хейтер. Ну есть отзывы о сборках и от других популярных ютуберов, от друзей или, ну я даже не знаю, приятелей Владислава Павлова. Я забыл сказать перед стримом, что если, ну, перед обзором этой сборки, что если здесь опять будет, блядь, ламба на Инфернусе, ну да так тупо нахуй. 20 лет одна и та же ламба на Инфернусе. А что же тогда меняется в этих сборках, вот мне сейчас, вот просто по факту интересно. Ну Карпак это вообще отдельная тема, он тут новый, некоторые за... Так, сука, вот если ты сейчас сказал Карпак новый и там стоит, блядь, ламба, ты шо, сука. Менки были взяты со старых сборок, ну и со сборки Brothers and Company. Здорово, пидор ебучий, ну шо ты? Владик Павлов, я не знаю, посмотришь ли ты это или тебе это кто-то передаст. Я тебя очень прошу от лица всех людей, кто играет на твоих сборках, пожалуйста, пожалуйста, я заебался два года кататься на ебаном Инфернусе под видом Ламборгини. Либо тогда не говори, что я поменял Карпак, я все так изменил, все так классно, все так было изменено. Но Владик, я тебя очень прошу. Я тебе ставлю дизлайк на этой сборке, потому что меня лично заебал этот Инфернус, который уже у тебя два года стоит и ты его не можешь никуда, сука, блядь, впхнуть нахуй. Оставь себе, блядь, вот этот Инфернус у себя дома уже, пожалуйста. Вот я ставлю дизл только за этот Инфернус, я заебался, пацаны, честно. Я 8 лет на этом Инфернусе катаюсь, на вот этом ебать вот таком, в каждой сборке один и тот же. Все меняется, все меняется, кроме ебаного Инфернуса. Не, я честно Владика люблю, Владик Кент интересный. Но когда он вот так вот реально хуйню трусит, ну это ж хуйня постная. То есть, если я сейчас возьму любую сборку, попрошу кого-то научить меня сжимать папки, то есть я могу просто каждый день вам, блядь, давать сборки и говорить Ребята, сегодня это сборка оптимизирования, чем вчерашняя, на 3%. Для нас это очень колоссальный успех. Через два дня, ребята, но сегодня, блядь, придержите свои панталоны, нахуй. Эта сборка оптимизирована на 3%, и это успех. Но это, блядь, это пиздобольство голимое. Ну, может быть, единичный случай. Может быть, настроение плохое в тот день было, только уже у другого Владислава, кто же знает. Просто вот это вот всё показывает отношение Павлова. Человек, зарабатывающий большие деньги, в том числе и с этих сборок. Ну, там, знаете, с коммерческих просмотров, с прямой рекламой вольферпо, если она там есть, и с прочих вещей, не может сделать эту сборку нормальной. Ну, элементарно. Даже если ты не знаешь, как это сделать, ну, найди человека, заплати ему деньги за это. Ты с одной только монетизацией, наверное, на этой сборке окупишь все затраты. Так в чём же тогда проблема? Банальная лень? Алчность? Или просто тебе похуй, на чём будут играть люди? Ну, хавают же вроде и не жалуются, значит, наверное, фиксить ничего не надо. Это я ещё могу понять. Но Блэк Бонс, мать твою, сказал, в чём проблемы сборки. Подсказал, как это можно исправить. Но нет. Выходит новая сборка, и кроме сжатой папки аудио, мы не видим больше ничего. Спасибо, Волод. Сборки огонь. Респект. Вернёмся к сливам. Владислав Паул сливает аккаунты около трёх лет. И за это время он, разумеется, сумел придумать себе оправдание. Правда, он настолько туп, глуп и маргинален, что, видимо, сам не заметил, как начал верить в свою же ложь. Была у него тут давечая ситуация. Владислав, как обычно, зашёл на проект конкурент и начал показывать, мол, вот, смотрите, сам ПРП говорят, что они пофиксили античит, а на деле такого не произошло. О, ужас, как вы на этом играете? Что вы вообще, вы чё, себя не уважаете? Серьёзно? Но потом Владислав Павлов говорит, ребята, так подождите, уже давно есть выход. Evolve РП. Вот там-то такого точно нет. Там читы не работают. Там читеры, они, знаете, сами читерить не хотят. Но у них у самих читы удаляются саморучно. Они ничего не делают. Реклама такого рода, она... Она в предке вещей для Владислава. Я думаю, что за время обзора вы это уже поняли и не раз. И когда казалось бы, что его абсолютно справедливо, в комментариях обвиняют, ну, в явном вредительстве. И в том, что он уже явно давно заигрался, он отвечает примерно следующее. Я себя не восхваляю. Но считаю, что я мотивирую разработчиков устранять недостатки такими сливами. Мне кажется, я таким образом показываю уязвимости сервера непосредственно его разработчикам. К тому пример сам про Леплей. После выхода моего ролика, в котором я привёл наглядный пример работы античита, где разносился рвак каршотом, разработчики сам про Пэ наконец удосужились этот недостаток исправить и модернизировать античит. Владислав Павлов. Вы приговариваетесь к 10 годам решения свободы за убийство человека. Ну, понятно, блять, и тут токсики. Товарищ судья, ну вы-то куда? Я не убивал его. Я просто привёл пример плохой работы человеческого организма. В учёбниках биологии он, значит, такой крутой, там, одно сердце, две почки, одна печень, а в реальной жизни пять выстрелов из-за огнестрела в голову не держит, блять. Вот я и сказал разработчикам, чтобы они всё это поправили, блять, а то чё, блять. Ну, ладно, ну БРП, продающий админки. Ладно, компьютерные проекты с плохим античитом, но он же добрался и до мобильных проектов. А они-то тебе чё сделали, сука? А ничего. Просто Павлов почувствовал, что это ответвление обычного самчика набирает обороты. И решил, что нужно и туда со своими сливами зайти. Описать то, что у него вышло из всего этого, достаточно сложно. Давайте вы лучше сами посмотрите. У меня, ну, даже слов нету, если честно. О, мои коллеги по цеху, давайте-ка мы с ними любезно поздороваемся. Привет, мальчики. Нормально тогда, флиртую со своими сотрудничками-то. Они мне сейчас писю будут лизать за повышением. Я понимаю, что ты поехавший, бля, всё. В общем, вы можете все втроём мне вылизать мою лохматую письку. И вы получите повышение. Чисто с радостью они хотят вылизать мне письку. Но давайте пока посмотрим, на что они способны. Имеются ли у них опыт в плане кунилингуса. Поэтому не переживайте, сливы будут, но в другом формате. То есть я буду заранее приготовить сценарий к сливу лидерок, там админок. То есть всё будет отныне красивенько. В общем, вы можете все втроём мне вылизать мою лохматую письку. И вы получите повышение. Но это по сценарию всё так и прописано было, я уверен. Они чисто в шоке. Я их заставил делать кунилингу с тёлки с лохматой писькой. Они отказываются это делать. Короче, даю вам 15 секунд на то, чтобы вы мне втроём вылизали мою лохматую вагину с баребухами. А вы, ребятки, тем временем читайте чат. Чисто читайте чат и смотрите на реакцию игроков. Так, 191-й, давайте уволим с причиной сперма дракона. Так, всё. Ну и это тоже по сценарию, я думаю. Удаление канала явно пошло на пользу. Здорово, сладкий. Как дела? А ты в курсе, что я тебя прямо сейчас уволю? Ёпта. Нюхай бебру. Так, всё увольняем. И смотрим дальше на его реакцию. 512-й получается. Покиньте, пожалуйста, территорию. Территорию покиньте. И давайте лицензию у него заберём. Так, вот диски права. Так, водный транспорт. Все лицензии заберём. Лицензия на оружие. И поедем дальше, ребятки, развлекаться. Ооо, актуальные мемы. Ну точно по сценарию всё. Сам, я думаю, он такое бы не придумал. Кот Павлова. Слив смотрим на канале. Ёпта. Сперма дракона. Во, пацаны. Во. В госновости нужно флудить, потому что замдиректора зашёл. Так, пацаны. Во, движ Париж устроили. Видите, да, как я в лужу госновостями. Всё, видите, да. Он меня смог уволить. А я, тем не менее, ещё в машине могу ездить. И хорошо там всех разносить. И вы только, ребят, посмотрите. Только вы только посмотрите, как начали в СМС фудить. Ожидание наказания. То есть сейчас, по сути, нету той администрации, которая меня сможет забанить. Ой, это просто праздник какой-то, друзья. Реально, таких сливов ещё не было за два месяца. Ну ладно. Я думаю, что вы меня поняли. Павлов, он действительно заигрался. В погоне за всеми этими бесконечными просмотрами, лайками, комментариями, подписками. Он потерял сам себя. Конечно, с первых сливов изменилось мало чего. Но то, что ролики Павлова объединяло всегда, это большое количество рекламы. В каждом ролике. Практически. Но перед началом этого ролика хотел бы вам порекомендовать достаточно годную студию по САМПу. Они выполняют разного рода заказов. Но перед началом данного ролика хотел бы вам посоветовать игровой канал очень милой девушке, как Маша Граймс. Она, значит, снимает разные игры, в том числе и САМП. В данный момент времени ей нужен хороший толчок в развитии её канала. Поэтому, если вам не сложно, то вы можете подписаться на её канал и заценить её ролики. Ссылочка на её канал будет в описании. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам посоветовать достаточно интересный игровой канал Бумбокс Плей. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам посоветовать подписаться на годный канал по САМПу Вариору Дэйс. Парень снимает реально ржачные скетчи и многое другое. Советую вам на это посмотреть. Вы точно не пожалеете. Кстати, на этом канале скоро стукнет тысяча подписчиков. Давайте ему поможем как можно быстрее добить эту цифру. Играешь в САМП и хочешь оставаться в тренде? Тогда хочу рассказать тебе о крупнейшем сообществе САМП Клуб, где постят только годные мемы. Именно здесь ты сможешь воплотить свой самперский лексикон и обрести гармонию с админом. А может быть ты сможешь себе завести новых друзей. Ссылочка на этот годный паблик будет в описании под этим роликом. Ладненько, друзья, давайте-ка уже приступим к этому смешному сливу. Заранее желаю вам приятного просмотра. Надаем скучные и не смешные мемы. Забудь про них! Ведь в нашем паблике присутствует только отборный и оригинальный юмор. САМП Мемчик – это рай для любителей поугарать с годного контента. Подписывайся и получай дозу положительных эмоций вместе с нами. А вот эта вот ситуация с ураганом Хакаги, она-то к чему привела? Здорово. Владислав Павлов, что ли сидит? Владислав Павлов, иди нахуй отсюда, пидорас, ёпта, сраный, ёпта, ты гандон. Слышь, Владислав Павлов, выйди нахуй с моего эфира, я твою маму трахал, ёпта. Да, съебись мне нахуй, нормально нахуй. Да и твою тёлку тоже могу трахнуть, если захочу, иди нахуй, ёпта. Ну не будет, она мне не нравится. Она мне не нравится, пиздуй. Да, нормально, официально. Сиди нахуй отсюда, ёпта. Владислав Павлов, ты пидорас хэтих чертов на бас и трахал, пидорас. Я ебал тебя и твою семью, ёпта. Ну не, ну тёлка у него перезвон в пизду, я даже такое, ну не виделся, ёпта, это такое нахуй. Это такое, ну знаешь, блядь, ну обидно нахуй. Маму я твою ебал в жопу, ёпта, блядь. Уёбища ебаная, нахуй. Давайте отбросим всё это и перейдём к самому конфликту. Всё дело в том, что ураган Хакаги проводил стримы, на которых он бухал, и когда ураган Хакаги находился в состоянии алкогольного опьянения, он позволял себе некоторые вещи. Ну там, болевать. Ну, казалось бы, ладно, это естественная реакция организма. Но он позволял себе и не совсем естественную реакцию организма, если вы понимаете о чём я. А именно, он демонстрировал свои гениталии, а конкретнее яйцо, будучи набуханный в хлам. Многим, в том числе и Владиславу Павлову, всё это не понравилось. И в поисках мнимой справедливости он начал писать в комментариях Лайфсампа то, что ураган Хакаги, мягко говоря, показывает себя с нехорошей стороны. А так как они снимают свои ролики на одном проекте и состоят в одной беседе ютуберов, они как бы контактируют между собой волей-неволей, достаточно тесно. И конфликтов в данной среде, как вы понимаете, не избежать. Тут сразу же в воздухе витает вопрос, так к чему привёл весь этот конфликт с ураганом Хакаги? Ну всё, пацаки и девочки, добили мы 200 тысяч подписчиков на канале. Завтра будет Авакострим. К Алкостриму. Нет, ну а что, Аллуу не впервой продавать протест? В начале карьеры сливал, ну, БРП сервера, потом от них же брал деньги и ничего ведь. Дизлайков успешно хапанул, негативных комментариев также. Комментарии закрыл, а дизлайки оставил, ну, пусть будет, ладно уж. А в конце карьеры можно и Алкострим замутить, думаю, лишним он точно не будет. Всё равно никто не осудит, а если осудит, да бог с ним, да бог с ними. Пообсуждают и забудут, словно не сделанную татуировку. У нас же как? Сегодня ты ошибся, сегодня тебя не любят, но вот уже завтра всё как не бывало. Забавно выходит. Кстати, на могиле карьеры уже будет сперма кондиционера. Хотя, будет ли это могила вообще? Ну, судя по просмотрам, он уже где-то там, ну, в том направлении. Нет, ну, действительно, в чём проблема при 200 тысячах подписчиков, хотя бы процентов 45-50 от этого количества набирать? На сливах? Не на других роликах, а на сливах. На, казалось бы, ходовом товаре. Почему не получается? Я-то знаю ответ на этот вопрос. А вот знает Лео Павлов? Ну, это, конечно, вопрос посерьёзнее. Пускай сам на него и ответит. Видите ли, в чём дело? Предавать принципы для Владислава Павлова, это же так легко. Это ничего не стоит. Он делает на протяжении всей карьеры и продолжает делать это до сих пор. Да и какие же это принципы, если их предательство аудитория даже не заметит? Да и бог с ней, с аудиторией в самом-то деле. Какие же это принципы, если их предательство даже сам Владислав Павлов-то не замечает? Где же эти принципы? Что с ними? А у него их и не было никогда. Просто набивал себе цену, лишь бы подороже продаться. Сначала на БРП, потом Николай Бурциус, его Авроры и Джинсой. А теперь и автостримы подобрались. Что будет дальше, остаётся только догадываться. Принципиальное отличие Павлова от урагана Хакаги заключается в том, что ураган Хакаги изначально показал себя с плохой стороны. Показал себя как человек бухающий, как человек закидывающий снюс, как человек делающий всё это вместе взятое и идущий на кап. А Владислав Павлов строил из себя не такого, осуждая поведение урагана. Поведение поведением, но он такой. И он искренний, правдивый, по крайней мере в это хочется верить. И он мне может 300 раз не нравиться. Я ни в коем случае не оправдываю его действия, действия урагана. И уж тем более не поддерживаю его высказывания. Но лично мне больше симпатизирует ураган, нежели Владислав Павлов. Просто ураган меня ни наёбывал ни разу. И сразу показал какой он. Со всеми своими изъянами. А вот про некоторые изъяны Владислава Павлова я могу не знать, даже сделав этот обзор. Лгать, врать, обманывать. Да можно много синонимов привести ко всему этому. Но можно привести и одно имя, которое пишет это слово. Даже имя и фамилию. Владислав Павлов. Всё. Сцену после титров ждёте? А её не будет.